Книга третья. Глава первая. Роман жизни. Я имею полное основание так озаглавить данную главу. Наш роман Сати Кинт, начавшийся тогда, когда нам было по 16 лет, протянулся на всю жизнь. Если не считать периода в два года, 1889-1891, в течение которых между нами продолжалась размолвка. Подобное постоянство – явление довольно редкое, особенно в наше время, и потому оно требует и некоторого объяснения. Но как объяснить то, что два существа взаимно подходят друг к другу? Они точно предназначены одно другому. Они друг другу нравятся и духовно, и нравственно, и физически, и это нравление сохраняет в течение многих десятков лет свой неизменный характер и силу. Недостатки каждого и некоторые не всегда удобные странности без труда прощаются или игнорируются, а иные из них даже, пожалуй, чем-то пленяют и служат вящим средством притяжения. Несомненно, подобные избирательные сродства существуют в природе. Устаревший научный термин, ставший популярным в немецком языке после появления в 1809 году одноименного романа «Гёте». На русский язык название романа переводилось вначале как «Сродство душ». Гёте «Собрание сочинений в переводе русских писателей» под редакцией Гербеля, том 8, Санкт-Петербург, 1879 год. А затем как «Избирательное сродство», собрание сочинений в переводах русских писателей, издание 2, том 5, Санкт-Петербург, 1893 год. Собрание сочинений в 13 томах, юбилейное издание, том 6, Москва, Ленинград, 1934 год. В нашем же случае это оказалось чем-то особенно выдержанным. Если не опасаться сойти за человека, страдающего преувеличенным самомнением, то можно утверждать, что нас вела какая-то верховная сила, иначе говоря, милость Божия, в чем, впрочем, внутри себя ни я, ни Атя никогда не сомневались. Рассказывать во всех подробностях, как все произошло, как мы отметили друг друга, и как развивался наш роман, я не стану. Тому мешает порой известное веление вкуса. Но если бы я был романистом, я бы использовал этот материал, этот столь долгий и чудесный опыт, чтобы создать весьма занимательную повесть, в которую оказались бы вплетенными всякие эпизоды и элементы, похожие на те, что составляют прелесть знаменитых любовных историй, начиная, скажем, с Дафниса и Хлои. Имеется в виду античная пастушеская повесть, роман «Идиллия» «Дафнис и Хлоя», написанная на греческом языке, приписываемая легендарному автору Лонгу и датируемая, предположительно, вторым веком нашей эры. Но вот я не романист, никогда и не пытался стать таковым. Совершенно же обойти эту главную сторону моего существования я в своих воспоминаниях не вправе, ибо все оттуда пошло, и все вокруг этого сплеталось. А читатель пусть сам добавит многое, о чем я умалчиваю. Ведь у каждого, пожалуй, были в жизни минуты полного, предельного счастья. Так пусть он о них здесь и вспомнит. Что же касается тех, кого вовсе обидела судьба, и кто ничего подобного не испытывал, тех едва ли может вообще заинтересовать эта часть моего рассказа. И им я советую эту главу и несколько следующих просто пропустить. С той, кому суждено было стать моей подругой жизни, я впервые встретился в 1876 году на бракосочетании моего старшего брата Альбера со старшей сестрой Ати Марией. Новобрачном было около 24 лет. Мы же были совсем малышами. Нам было всего по шести лет. Однако я, как в тумане, помню у алтаря церкви святой Екатерины, а потом на дому, только что повенчанных, где, по желанию родителей невесты, произошло добавочное благословение лютеранским пасторам. Я помню среди толпы взрослых девочку в белом платье, с белым бантом в темных волосах, очень дичившуюся и конфузливую. То была Атя. И она со своей стороны утверждает, что она заметила меня. Однако нас тогда не познакомили. Официальная же обстановка мешала детям приступить к каким-либо играм. Некоторое время спустя я стал получать известие об этой девочке из уст ее отца, почтенного Карла Ивановича Кинда, который в течение зимы 1877-1878 годов давал мне уроки фортепианной игры. Вероятно, для того, чтобы вызвать во мне соревнования, он часто говорил, что младшая его дочка, моя сверстница, далеко ушла вперед сравнительно со мной и безошибочно исполняет те пьесы, которые мне казались непреодолимо трудными. Помнится, что то были папури из любимых тогда опер Марты и Вильгельма Телля. Изредка я и встречался с этой самой Атей, то в городе у ее сестры, моей Бельсуар, то на дачах, снимаемых Альбером в Парголове или в Петергофе. Приблизительно с 1880 года я стал дружить с ее старшим братом Володей, но мне не помнится, чтобы Атя принимала участие в наших забавах. Зато до странности отчетливые воспоминания о ней врезалось мне в память летом 1881 года, когда я как-то забрел на Кушалевской даче в тот милый домик с колоннами, который снимал в том году Альбер. Смотрите главу, посвященную Кушалевке. Там я застал такую картину. У большого тройного венецианского окна, выходившего на заросший лопухом двор, сидела спиной к свету девочка, то была Атя, занятая чтением слух, тогда как две ее сестры тут же что-то шили. Книга была толстая и русская, то была тогдашняя новинка братья Карамазовы. Я тут же присел и стал слушать, но как ни старался что-либо понять, я так ничего и не понял из этого набора слов. Через десять минут я попробовал прервать это нудное занятие и заманить Атю в сад. Неподалеку все еще было удивительно подходящее место для игр, то был пустырь, где еще недавно стояла большая дача, но дача сгорела, и на месте ее торчали одни только обломки стен и лежали в беспорядке почерневшие бревна. Тут так удобно было прятаться и играть в любимые мои игры, в прятки, в палочку-воровочку и тому подобное. Атя готова была последовать моему приглашению, но жестокосердая сестра, заинтересованная чтением, не пожелала отпустить ее, да еще с таким шалуном, каким я тогда слыл, и бедная девочка должна была, чуть не плача, продолжать читать, тоже ничего не понимая из читаемого. У Марии Карловны это вообще было в обычае, чтоб ей вслух читали. Мне казалось это особенно удивительным, когда она заставляла кого-либо читать во время ее ежеутренних упражнений на рояле. При этом она ухитрялась очень внимательно следить за всеми происшествиями рассказа. Случалось и мне служить ей таким лектором. Разучивая без устали какой-нибудь особенно трудный пассаж Шопена или Листа, Маша все же успевала делиться своими впечатлениями от чтения, а при каком-либо комическом эпизоде она разражалась смехом. Проходит еще два года, без того, чтоб Атя и я как-либо выделяли друг друга при встречах, но самые эти встречи все более учащаются. Тому главным образом способствует моя все крепнущая дружба с ее братьями, особенно с Володей, который был старше Атина полтора года. Но изредка имя этой младшей сестры, моей Бель Суар, упоминалось в разговоре моих домашних. Запомнилась, почему запомнилась именно эта беседа и из тысячи других, как однажды за вечерним нашим чаем сам папочка, перебирая и характеризуя разных знакомых дам и девиц, вдруг задался вопросом, будет ли и третья из киндов такая же хорошенькая, как обе ее сестры. И при этом он еще шутя высказал предположение, что эта девочка может с нами еще и породниться. Мамочка запротестовала и нашла, что в этом подростке ничего нет привлекательного, с чем и я тогда согласился, но тут совершенно неожиданно заступился сеньор Бианки. Обыкновенно после воскресного обеда он сразу удалялся и до чая не досиживал. На сей же раз он почему-то застрял. Возможно, что это были близкие к моей конфирмации дни, когда он с таким рвением вступил в роль моего второго крестного. И вот, с какой-то необычайной горячностью он заявил, «Вы не правы, сударыня. Девочка чертовски привлекательна. Да простит меня Бог. Уверяю вас, она будет иметь еще больший успех, чем ее сестры». «Ай да святоша!» «Ай да скет Бианки», подумал я. «Какой у него глаз!» В самый момент я, впрочем, не был поражен такой аттестацией, но впоследствии я не раз вспоминал о ней, следовательно, она затронула во мне какие-то мне самому неведомые струны. Эти слова приоткрыли мое внимание на то, что было прелестного в этой девочке, как раз вступавшей в неблагодарный возраст. Обладала ли впрямь Ати Кинт тем, что Бианки назвал столь малохристианскими словами «чертовская привлекательность»? Мне теперь трудно судить. Но действительно, тринадцатилетняя эта девочка уже тогда начинала покорять сердца. И даже сам ее зять, мой братец Альбер, не раз, не то в шутку, не то всерьез, изъяснялся ей в любви. Запомнилось мне и то, как он, бросив другие занятия, сам ввиду готовившегося костюмированного бала принял усерднейшее участие в изготовлении для Ати наряда, олицетворяющего музыку. Белое ее платьице было испещрено вырезанными из золотой материи и нашитыми нотными знаками и ключами, а талию охватывал пояс, изготовленный самим Альбером и изображавший клавиатуру. Напрасно глядя на себя в зеркало, Атя чуть не плача пробовала протестовать. Альбер упорно отстаивал свою идею. Он ее заимствовал из какого-то модного журнала, вертел Ати как куклой, прилаживая булавками разные составные части, причем она то и дело вскрикивала от уколов. Он вообще пребывал в каком-то трансе костюмерного творчества. Мне стало очень жаль эту милую девочку. Я сам на этом маскараде был одет мефистофелем. Летом того же 1883 года я стал почти ежедневно встречаться с Атей, так как ее родители наняли небольшую дачку в деревне Бобыльске близ Петергов. Это дачное место у самого берега моря как раз тогда открыл Альбер и снял там большую дачу, сдававшуюся в наем рыбаками. Мои родители предпочли остаться в городе, папе было трудно оторваться от своих служебных дел. Мамочка жаловалась на усталость, и переезд на дачу ей представлялся чем-то непосильным. Вот я и оказался на все лето гостем моего брата, получив в свое полное распоряжение большую комнату в верхнем этаже. От дачи Альбера до дачи Киндов было не более двух минут ходу, и естественно, что вся детвора и молодежь из Альберовой дачи заходила за своими родственниками и тащила их на прогулки. Это были Володя, Петя и Атя Кинды, которые приходили на Альберову дачу, где их ожидали всякие развлечения, игры в крокет, морские купания и опять-таки прогулки в компании. Надо при этом заметить, что у Альбера и Маши постоянно были гости, преимущественно морские офицеры, что там иногда музицировали, и в то время завязывались всякие романы и флирты. Последнее слово стало тогда входить в моду. О нашем увлечении морским спортом, точнее говоря, греблей, я уже рассказал, но о той затее, в которой выразился пароксизм, до которого я с Володей тогда дошли, я еще не упоминал, припасая этот рассказ для данной главы. Затея эта представляла нечто крайне нелепое. Однако мы в этот ребяческий бред поверили, что лишний раз показывает, что мы, несмотря на рост и на исключительную скороспелость, были настоящими детьми. Решено было обзавестись собственной лодкой, приладить к ней каюту и пароходные колеса, которые мы рассчитывали двигать руками. И на этом наутилусе мы должны были совершить далекое путешествие, поднявшись вверх по Неве до каналов Мариинской системы, а там добраться и до самой Волги. Теперь у нас было поглощающее занятие и в дождливые дни, когда приходилось сидеть дома. Мы изучали карты, чертили планы за планами нашего корабля и составляли подробный инвентарь всего, что нам понадобилось бы взять с собой. При разработке проекта плавания естественно входило и все то, что касается питания. И тут для нас стало очевидно, что необходимо будет взять с собой и какую-нибудь даму, которая варила бы нам уху, непременно уху, а не иной какой-либо обыкновенный суп. Рыбу же мы ловили бы сами и вообще вела бы хозяйство. Ближайшей к нам по возрасту дамы и была Атя, которая с радостью дала нам свое согласие. Согласие же родителей мы собирались и спросить только перед самым отъездом, точно и впрямь таковое могло бы быть получено. Но весь этот чудесный план развалился, когда оказалось, что на постройку одной каюты и колес были бы потребны средства, далеко превосходящие все наши сбережения и все, на что мы могли еще рассчитывать. Да и самой лодки у нас не было. Правда, хозяин дачки киндов, милейший чахоточный Яков Морин, рабочий с казенной гранильной фабрики в Петергофе, попробовал нам сосватить лодку какого-то своего приятеля. Однако вид, один вид этого суденышка, осиротела, лежавшего килем вверх в рощице позади дворца Морли, произвел на нас столь невыгодное впечатление, так мало соответствовал нашим грандиозным планом, что и я, и Володя совсем приуныли, и абсолютная несбыточность наших фантазий вдруг стала для нас очевидной. Ничего не говоря друг другу, мы оба тут же отказались от них. При этом болезненнее всего я ощущал тогда именно то, что не состоится та очаровательная идиллия, о которой я стал было очень мечтать, и что наше совместное в течение многих-многих дней сожительство сатей такой простой, веселой и милой девочкой не состоится. Более всего Вате мне нравилась именно ее совершенно особая, абсолютно искренняя, неподдельная простота. Она вообще очень мало походила на всех других знакомых девочек и барышень. Не похожа она была ни чертами лица, ни душой, и на своих сестер. Обе они, особенно Соня, были большими любительницами до пересудов. Атя же при всей своей наблюдательности никого никогда не разбирала. Эту черту она сохранила на всю жизнь, а в общем была удивительно ко всем благожелательно. Охотнее всего она откликалась на темы художественные, музыкальные, литературные, но и это без намека на какое-либо желание блеснуть. Притягивала меня Кате еще и ее любовь к животным, особенно к кошкам и к собакам. Один из первых отчетливых образов ее, отпечатавшихся у меня в памяти, остается именно в соединении с огромным серым котом Васькой, которого Атя прямо обожала и который платил ей тем же. Я вижу ее в день переезда киндов на дачу, как она, одетая в черную бархатную кофточку и в красную шотландскую еще короткую юбку, бережно, как ребенка, несет этого тяжелого зверя от дачи Альбера и Маши, где новоприбывшие только что позавтракали на свою дачу. И все же не в это лето, не в течение еще двух лет я и не думал влюбляться в Ать. Мое сердце к тому же было занято другим романом, точнее другими романами, среди которых один был главным. Атя мне просто нравилось, как собеседница и как веселый, чуждый всякой жеманности товарищ по играм. И вот, в один какой-то прекрасный день весны 1885 года Атя, к моему собственному удивлению, понравилась мне по-иному. И что особенно странно, она понравилась не сразу сама по себе, а как-то через Цукки, а именно через тот портрет итальянской балерины, который появился на страницах популярного журнала Нива. В этот портрет, задолго до того, как я увидел Цукки в натуре, я действительно влюбился. Мне оказалось, что представлено совсем юное существо и полное воплощение женственности. Таких слов я тогда не употреблял, но чувствовать я их вполне чувствовал. И странно, это воплощение вовсе не отвечало какому-то моему основному идеалу красоты. Ни овал лица, ни соотношение черт между собой, ни чуть китайский постав глаз, ни слишком большой рот не были похожи ни на Мадонна Рафаэля, ни на нимф Прюдона, ни на головы знаменитых античных статуй. Не было в этом лице и ничего сладковато-миловидного. И все же лицо этой откинувшейся назад, чуть склонившей голову к правому плечу особы, кокетливо поглядывающей на зрителя, казалось мне прелестнее всех Венер и Диан. А влажный полуоткрытый рот сулил столько бесконечного счастья. Вглядываясь в этот рисунок, напечатанный среди текста на странице нашего почтенного семейного журнала, я буквально закипал страстным волнением. Эта девушка манила меня и казалась такой близкой. И что же, в тот только что помянутый майский день знакомая с детства Атя Кинт почудилась мне до странности тождественной с этим портретом. Точно именно с нее и рисовал художник Вилья. Не наш Михаил Яковлевич Вилья, а какой-то Вилья чужой парижский. И что было особенно удивительно, и взгляд у давно знакомой девочки, тогда как раз быстро превращавшейся в девушку, мог быть таким же улыбчивым, робко и настойчиво зазывающим. В тот весенний день я зашел проведать друга Володю, но не застал ни его, ни его брата Петю, ни родителей, а прислуга была занята в кухне на другом конце квартиры. Атя одна была дома и была занята приготовлением к близкому школьному экзамену. Одета она была совсем по-домашнему, а окружали ее всякие наименее подходящие для романа предметы, учебники, словари, тетради и чернильный прибор. Да и пальцы Ати были замараны чернилами. Зато в открытые окна кабинета Карла Ивановича, избранного Ати, чтоб лучше сосредоточиться, она отчислилась среди лучших учениц своего класса. В эти окна, выходившие на самый поэтичный петербургский пейзаж, в одну сторону на поцелуев мост, в другую на канал, окаймляющий грандиозное здание Новой Голландии. Вливалось дивное полуденное солнце, в лучах которого и самые банальные предметы приобретали неожиданно искрящуюся жизненность и приветливость. Ати не сочла нужным скрыть, что она рада моему приходу. Это ее отвлекало на несколько минут от заучивания тех премудростей, которые считались необходимыми для образования девиц в таком образцовом высшем училище для девиц, каким справедливо слыло наше немецкое училище святого Петра. Меня же эта неожиданная встреча наедине с девушкой, вообще мне крайне симпатичной, настроила сразу на совершенно особый лад. тут-то мне и показалось, что я стою перед живым и каким-то милым, дышащим радостью жизни оригиналом портрета Цуки. Это меня наэлектризовало и подзадорило. Я принялся шутливо балагурить, рассказывать всякую чепуху, Атя же от всей души смеялась, а когда она смеялась, то становилась еще более похожей на свой портрет. Ее свежие очаровательные формы, ярко-алые губы открывались над рядом сверкающих березной зубов, а в зеленоватых, чуть китайских глазах бегали искорки, чертики. Это было до того прелестительно, что я не в силах был удержаться, чтобы тут же не попытаться этот рот поцеловать. Но Атя, не переставая смеяться, ловко увертывалась, причем в этой манере ставить меня на место не было ничего напускного, никакой ложной стыдливости, и не было ничего для меня обидного. Однако экзамен надлежало сдать чуть ли не в следующее утро. Ате было некогда продолжать такую игру, и она, все еще смеясь, ускользнула в соседнюю гостиную. Когда я бросился за ней, она ловким движением оттолкнула меня, прошмыгнула обратно в кабинет, кинула мне еще прощальный поцелуй, и вслед за тем повернула в замке ключ. Я покинул киндовское обиталище как пьяный. Однако тогда наш флирт на этом эпизоде и прервался. Я уехал на дачу, где меня ждало продолжение моего главного романа. Позже, в то же лето, я увидел в натуре на сцене театра Левадия «Кинь грусть» самую божественную Вирджинию, а в середине июля покинул вовсе Петербург, отправившись с родителями гостить в имение к сестре под Харьковом. Должен тут же прибавить, что живая настоящая Цукки, хоть и очаровала меня танцами и мимической игрой, оказалась вовсе не похожей на свой портрет в Ниве. По возвращении из Малороссии случилось так, что я в первый же вечер отправился в Петергоф, в Бобыльск, и увидел там Атю. Но увидел я ее на сей раз в самой неожиданной обстановке. Я попал прямо на генеральную репетицию какой-то пьесы, которую Мария Карловна, охотница до домашних спектаклей, решила поставить, для чего была сооружена в глубине сада довольно большая сцена, прислоненная к дровяному сараю. что это была за комедия я не помню. Роль же, которая была поручена Ате, была самая незначительная. Она изображала горничную в хорошем доме, и лишь раза три за весь вечер она появлялась, что-то докладывая. Но вот ей удивительно шло простенькое серенькое ситцевое платьице, белый передник и белая наколка на волосах. Реплики же она подавала не как другие любительницы, без малейшей аффектации, просто свободно и весело. На этой естественной веселости я настаиваю. Быть может, это не вполне отвечало требованиям хороших манер. Позже, когда наш роман стал общеизвестным, я от некоторых своих близких, критически к нему относившихся слышал такую фразу «У нее золотое сердце, но дурные манеры». Но как раз такое отсутствие всякой позы и жеманности, такое простодушие и такая чудесная искренность были тем, что мне более всего Вати нравилось. Весь ее стиль был своеобразный. Самая ее веселость вовсе не походила на веселость других знакомых девиц и дам. Были среди них и очень смешливые, но если они и веселились иногда весьма бурно и громко, если и смеялись до упаду, то под этим всегда сквозило желание обратить на себя внимание и пленить, совсем иначе у Ати. она никогда ничего не разыгрывала, а если и не была чужда кокетства, то сказывалось это очень просто, как нечто самое естественное и прямо стихийное. Своему веселью она отдавалась всей душой и без всякой задней мысли. Могла она быть временами и задирой, даже дразнилой, за что ее прозвали пересмешник, титул, унаследованный затем нашей дочерью Еленой, и, например, оба брата Ати из-за этой черты ее побаивались. Особенно доставалась Володя. Остро, но без малейшей злобы она подмечала смешные черты этого вечно в кого-нибудь влюбленного юноши, тоже большого весельчака, и доставляла себе особое удовольствие, когда ей удавалось его сконфузить. Конфузился же он удивительно мило и простодушно. Его полные щеки заливались румянцем, он заикался, путался, не сразу находил нужные слова, чтобы парировать удары, и приобретал при этом совершенно потешный вид. Должен покаяться, что и я тогда не щадил своего друга. Сказать, кстати, я никогда не видел, чтоб Атя ссорилась с ним, да и вообще с кем-либо из своих домашних. на самый спектакль, состоявшийся на следующий день, собрался весь Бобыльск, да и из Петергофа и Араненбаума приехало немало народу. Сад Альбера был, как водится, иллюминирован цветными фонариками, развешанными по деревьям, а в стороне на берегу был устроен буфет, среди которого красовался бочонок настоящего мюнхенского пива, подаренный соседом по даче богачом-фабрикантом Сан-Галли. Несмотря на свою скромную рольку, Атя произвела наилучшее впечатление. Причем я тут же из разговоров молодежи узнал, что она и во время моего отсутствия успела отличиться как актриса в более ответственной роли морской царицы в феерии флик и флок. в которой участвовала вся детвора и несколько бобыльских женомов. Приключения флик и флок комедийный балет впервые поставленный полем Тальюни в 1858 году на сцене Берлинского оперного театра. Прижился затем на сценах многих европейских театров и на домашних сценах, став популярным любительским спектаклем. Восторженно мне об этом рассказывал, между прочим, Эрнст Грубе, молодой человек, несколько претенциозный и надменный. Я сразу понял, что он тронут Ати Кинт и почувствовал тогда некоторый укол, хотя сам еще вовсе не собирался завоевать ее сердце. Позже я узнал, что Грубе даже успел объясниться в любви, но Атя, начинавший уже привыкать к своим победам и не придававшая им ни малейшего значения, только высмеила неудачливого жениха, который жестоко обиженный сразу и отъехал. В начале осени очень скоро после спектакля в Бобыльске я поступил в гимназию Майя. Памятуя тот позор, что я претерпел весной, когда меня не допустили в казенной гимназии к экзаменам, я ревностно отнесся к своим школьным занятиям. Новая обстановка, новые товарищи, новые учителя и все в целом производило очень приятное впечатление. Некоторые же предметы меня заинтересовали по-настоящему. Но тут же вскоре наступил бурный фазис моего увлечения Цукки, главным образом в заглавной роли балета «Дочь фараона». Я не пропускал ни одного представления и каждый раз впадал в какое-то восторженное неистовство. Вполне разделял мое безумие мой верный театральный спутник Володя Кинт. Тогда же проснулась во мне и страсть прозеретизма. Я всех гнал на спектакле Цукки и торжествовал, когда ряды ее поклонников пополнялись. Своим энтузиазмом я заразил не только бабушку Кавоз, склонную приходить в восторг от всего итальянского, но и брата Леонтия, до той поры вовсе не интересовавшегося балетом. Леонтий также чистил на балетные спектакли с Цукки, пренебрегая обожаемой итальянской оперы, что вызвал даже ревнивую тревогу в своей супруге. Эта тревога особенно обострилась после памятного банкета, данного в честь божественной Вирджинии родственникам Марии Александровны, почтенным баритаманом Ростовцевым. После роскошного угощения тут же в столовой была импровизирована сцена из Брамы, причем брату Альберу выпала роль создавать настроение на рояле. Кто-то, друг Цукки Васильчиков, изображал принца, а Леонтий, Филькаледе, сводный брат танцовщиц Кшесинских и еще кто-то были превращены в заговорщиков броминов. Я как будто это уже рассказывал. Прибавлю здесь, что опасения моей Бельсуар за верность мужа были совершенно напрасными. Вирджиния, казавшаяся при свете рампы в костюме и гриме обольстительно юной, являла вблизи довольно поблекший, помятый вид. Неприятно поражал и ее грубоватый, чуть сиплый, типично итальянский голос. В последнем мне случилось удостовериться, когда как-то по окончании спектакля я присоединился к компании юношей, возглавляемой грандиозным Степой Лалаевым, и мы отправились гурьбой к дому, в котором проживала Цукки, дабы ее там встретить, когда она приедет из театра. Снимала она меблированное помещение совсем близко от театра, на офицерской, и мы успели туда добежать за четверть часа до того, как пожаловала сама Дива. И тут, к моему недоумению, вышла из кареты, вовсе не пленившие нас только, что оспадчая дочь фараона, а крохотная, густонамазанная и набеленная, укутанная в какие-то шали дама. Она чуточку задержалась, чтобы раздать нам несколько роз из гигантского букета, который она держала в руке, причем она произнесла несколько приветливых слов, после чего сразу она впорхнула в дверь подъезда, а нам оставалось только глазеть на засветившиеся окна нижнего этажа и догадываться, кому бы принадлежали те тени, которые моментами шевелились за тюлевыми занавесками. Обыкновенно мы сидели с Володей в задних рядах кресел, но иногда на спектакле цукки брались нашей семьей ложи, и тогда они набивались, несмотря на протесты капельдинеров, до отказа. То были те любители, которые кто по нерадению, кто по неудаче, не успевали заручиться собственными местами, спектакли цукки делали полные сборы, и публика буквально осаждала кассу. С той самой поры произошел перелом всего петербургского общества в отношении к балету. Балет перестал быть каким-то предосудительным зрелищем, голоножием для развратных стариков или забавной детворы. Огромный большой театр, часто до того времени пустовавший на балетных спектаклях, теперь, благодаря цукке, заполнялся до последнего места. Несколько раз побывала с нами в таких ложах и Атя, причем ее неподдельный детский восторг от цуки значительно способствовал нашему сближению. Атя, как и ее братья, была и до того большой любительницей балетных зрелищ и успела перевидать едва ли не еще большее число их, нежели я. Однако только теперь, по ее словам, у нее открылись глаза. Только теперь она поняла, до какой высоты и силы может дойти балетная драма, и до чего трогательной может стать балетная героиня. Очаровывала нас тогда и музыка дочери фараона. В общем, грубоватая и наивная, но местами не лишенная колоритности и даже поэзии, ведь автор ее, Пуни, был талантливейшим человеком, к сожалению, разменявшимся на всякую, иногда и очень вульгарную, дребедень. Через несколько спектаклей я всю музыку дочери фараона уже запомнил довольно точно и мог играть ее на рояле у себя дома или у киндов. Часто я играл ее по просьбе Ати, и звуки музыки способствовали тому, чтобы с особой четкостью возникали в воображении полюбившиеся образы. Когда же был приобретен клавир дочери фараона, то и Ати сама стала играть по нему, что нас окончательно очаровывало, и мы доходили до каких-то экстазов, а также до попыток самим представить те или иные сцены и танцы. Надо помнить, что Володе было 17 лет, мне и Ате 15 и 16, а Пете 13 лет. Ничто так не сближает людей, как общий восторг, как то, что один встречает в другом, какое-то подтверждение и углубление собственных ощущений. Постепенно и незаметно для себя на этой почве наши отношения стали переходить от товарищеских к дружеским, а там стало обнаруживаться и то, что мы питаем друг к другу и более нежные чувства. Еще до конца этого многозначительного для нас 1885 года произошло наше первое объяснение, и произошло оно в самый сочельник, в квартире Альбера и Маше. Но то не было объяснением словесным. Обыкновенная елка у моего старшего брата устраивалась не так, как у нас, вечером 24 декабря, а ранним утром 25 еще до восхода солнца, что, кстати сказать, получалось довольно своеобразно и таинственно. Но на сей раз было решено, что елка будет зажжена для взрослых после того, как малые дети будут уложены ровно в полночь, после чего нас ожидало обильное, как всегда у Альбера и Маши, угощение. Но до полночи оставался еще час. Заняться чем-нибудь было трудно, и это ожидание показалось всем ужасно нудным, и поэтому все постепенно разбрелись по углам, расселись кто по диванам, кто по кушеткам, кто по креслам, все стихло, а иные и просто заснули. Я же с Атей оказались рядом, едва ли случайно, на угловом диване, но и мы молчали. Однако не потому, что мы вздремнули, а потому, что эта близость и вся эта обстановка торжественного ожидания настроила нас на совершенно особый лад. мы как бы чувствовали, что совершается в нас, и для нас нечто, имеющее первейшее значение, мы подошли к тайнику, который должен нам открыться. Едва сдерживая свое волнение, я протянул руку в сторону Ати и дотронулся до ее руки. И не только я не встретил отпора, но пальцы ее сомкнулись на моих. Так мы и продолжали сидеть рука в руку в полном молчании и в каком-то блаженном оцепенении, и я ясно чувствовал, что происходит нечто, что надлежит запомнить на всю жизнь, что нам суждено впредь идти вот так рука в руку и что это будет хорошо. Мне представилось тогда же, что состоялась наша помолвка и что с этого момента я должен считать Атю своей навеки нареченной. Около того же времени Атя увидала сон. Она оказалась стоящей около глубокого рва, через который нужно было перешагнуть. И вот явился Шура Бенуа, протянул ей руку и она перешагнула через опасное место. А утром оказалось, что прислуга построила из щепок под Атиной кроватью мост, долженствовавший как раз согласно древнему поверью показать ей суженого ряженого. Что такие мысли могли зашевелиться в голове пятнадцатилетнего мальчика вполне естественно. Но что все в дальнейшем так и случилось, как тогда наметилось, это довольно-таки удивительно. И еще удивительнее, что наш роман вовсе не потек ровным непрерывным потоком, что через три года мы разошлись и сделали все возможное, чтобы забыть друг друга. И однако мы все-таки снова соединились. И вот по сей день живем душа в душу в полном смысле этих слов. Увы, с тех пор, что были написаны эти строки, обожаемая моя подруга жизни покинула меня 30 марта 1952 года. Через два дня после Альберовской елки, в день рождения почтенной матушки Ати у киндов состоялся бал. Точнее, то, что французы называют «вечер с танцами» или, еще менее почтительно, «танцулька». Тут я увидел ту, с которой я считал, что я помолвлен во всей прелести вечернего туалета. Несмотря на то, что Атя была еще почти девочкой и в ее сложении замечалась некоторая незрелость, та легкая диспропорция, что свойственно вообще всем еще не вполне сформировавшимся существам, это нисколько не нарушало ее обаятельности и скорее подчеркивало ее. Все в этом готовом распуститься цветке сулило чудесное счастье. На вечеринку киндом явилось немало народу. Тут были и старики, сослуживцы Карла Ивановича, оркестранты Большого театра, во главе со знаменитым в Петербурге корнетопистонистом вурмом. Тут были и родственники разного пола и возраста, тут были и какие-то морские офицеры. Большинство стариков сразу засели за карты. Володя привел целый взвод своих товарищей по Петре Шкуле. Атю, большую охотницу до танцев, эти юноши стали беспрерывно приглашать на кадрили, вальсы и мазурки. Я же и на этот раз не танцевал, хотя ноги так и просились под звуки задорной музыки пуститься в пляс. То был у меня род позы, но и на самом деле я никак не мог себе усвоить некоторые фигуры и боялся как бы не напутать и не оскандалиться. В течение всего вечера я так и не выходил из кабинета Карла Ивановича, где был устроен буфет с массой сладких пирогов и бутербродов, слово сандвич еще не было в ходу, и с целым батальоном графинов прохладительных напитков. Сюда разгоряченную запыхавшуюся и раскрасневшуюся Атю вводили ее очередные кавалеры. Она бросалась в кресло, я же поджидал ее со стаканом розового морса или белого миндального молока, который она с жадностью и выпивала. Глаза мои не могли наглядеться на ослепительную белизну ее декольте и на ее оголенные руки. Пользуясь тем, что мы на несколько секунд оставались одни, старики за картами не могли идти в счет, они были поглощены игрой, я даже попробовал поцеловать руку немного выше локтя, но получил легкий удар веера, впрочем, при ласково смеющемся взгляде. Следующей главой нашего теперь уже вполне наметившегося романа явился день нового 1886 года, оказавшийся одним из самых значительных и счастливых дней всей нашей жизни. Считая себя уже взрослым, я решил последовать общему, тогда еще царившему обычаю, и объехать с визитами главных родственников и знакомых. Однако исполнение этого похвального намерения помешало то, что я начал свою экспедицию скиндов, куда меня тянуло с неодолимой силой. Случилось и на сей раз так, что я застал одну только Атью дома, так как ее родители и ее братья разъехались опять-таки с визитами. В свою очередь Ате пришлось принимать визитеров, которые и потянулись длинным рядом. Значительное число их оказалось молодыми людьми, которые так усердно отплясывали три дня до того на балу. Дольше других застрял долговязый семнадцатилетний блондин Латышев. За ним установилась репутация настоящего сердцееда, и мне очень не нравилось, что он как будто имеет виды на Атью. На вечеринке он чаще других танцевал с ней, и в минуты отдыха продолжал с ней разговаривать и шутить. Он был и старше меня, и выше ростом, а в его манерах была особая развязность, которая, как мне казалось, должна особенно нравиться. Атя же охотно отвечала шутками на его шутки, а то и заливалась смехом, когда Латышев сыпал какими-нибудь остротами. Но на сей раз он был, видимо, очень неприятно поражен моим присутствием и не пытался это скрыть. Я же прямо исходил от внутреннего бешенства. В воздухе назревала гроза. И тут помогла благоприятствующая нам судьба. Явилось еще трое учеников Петри Шкуле. Им надо было спешить дальше по разным местам. Они скоро снялись и увлеклись собой Латышева. Не успела, однако, эта компания скрыться за дверьми, как мы точно по уговору упали друг другу в объятия и так уж не расставались до следующего звонка и до нового посетителя. Дальше это превратилось от одного визитера до другого в своего рода обыкновение. Когда же совсем стемнело, я с ужасом увидал, что уже шесть часов и что я сильно рискую получить порядочный нагоняй от папы, вообще ненавидевшего опоздания к обеденному столу. Пришлось оторваться от Ати. Однако, как я не летел по всей Никольской и по театральной площади, я все же подоспел только к жаркому. Вернулся я с таким лицом, с такими кровавыми губами, что мамочка воскликнула «Что с тобой? Откуда ты?» Не скрыли родители своего недоумения, когда я осознался, что ни у одной тетеньки, ни у одного дяденьки я не побывал, а только все эти часы прогуливался по улицам на морозе. Сразу после обеда я заторопился в театр. Шла тщетная предосторожность, балет, недавно тогда возобновленный, в котором Цукки была изумительно хороша. Она имела в тщетной даже еще больший успех, нежели в фараоне. И на сей раз я взирал на знакомую сцену третьего акта, где происходило любовное объяснение между Лизой и Коленом с совершенно новым чувством. Ведь нечто подобное только что испытал я сам, и губы мои все еще горели от полученных поцелуев. Что эта моя влюбленность была иного рода и несравненно более серьезна, нежели все предшествовавшие, доказывала именно то, что я в своем обожании Ате поставил ее на недосягаемый пьедестал. Она стала для меня святыней. Я даже в воображение не допускал каких-либо слишком свободных желаний в отношении ее. И это был я, испорченный, скороспелый мальчишка, до того только и мечтавший о всяких самых откровенных наслаждениях. Характерным для этого настроения можно считать следующий запомнившийся случай. С начала Нового года я повадился бывать у киндов чуть ли не каждый день. То на пути из гимназии, то по вечерам, наспех приготовив уроки. Вообще же я вовсе не считал нужным скрывать свое чувство. Я гордился им. Не мудрено, что все близкие и на моей, и на Атиной стороне вскоре узнали о нашем увлечении. Большинство ограничилось легким дразнением или намеками. У нас в доме вообще не было обыкновения очень откровенно по-российски высказываться по таким вопросам. Но иначе отнесся к нашему роману Истомин, ставший к этому времени постоянным завсегдатаем дома Альбера и Маши. Как я уже говорил, Истомин был исключительным шармером, но большой деликатностью он не отличался и часто обнаруживал некоторую склонность к цинизму. Вот он однажды за завтраком и позволил себе сначала втихомолку дразнить меня, а потом громогласно провозгласить «Да что говорить?» Всем известно, что Шура влюбился «Ничего особенно обидного в этих словах не было, но я отнесся к ним как к чему-то возмутительному и оскорбительному. В бешенстве я вскочил, хлопнул тарелкой по столу и покинул столовую, крикнув на уходе что-то уж совсем несуразное. При этом однако меня обозлило не то, что наша тайна раскрыта, а только то, что Истомин употребил такие опошленные слова, тогда как мое чувство было недосягаемой высоты. И действительно, благодаря этим чувствам я весь тогда преобразился и, как мне казалось, очистился, повторяю, дурных чувств и мыслей, до того времени мне очень свойственных, я и в намеках не допускал. «Если же они все же сами собой рождались и начинали меня преследовать, то я всячески прогонял и подавлял их, прибегая даже и к очень мучительным аскетическим приемам». Одной из самых жестоких среди этих мер умерщвления плоти было надевание на ночь рубашки насквозь вымоченной в холодной воде. И это зимой, и при открытой форточке, у-у-у-у, до чего это было неприятно, да и опасно. Однако какие-то добрые силы берегли меня, даже насморка я тогда не схватил. Лишь уж очень озадаченной бывала почтенная Ольга Ивана, которая находила утром мою постель мокрой. Не могла же она допустить, что Шуренька, став взрослым, вернулся к привычкам самого Впрочем, такие соблазны являлись редко. Для меня было достаточно проводить часы в Атином обществе, сидеть рядом с ней, гулять с ней. Зачем же было портить такое прекрасное блаженство помыслами и тем менее поступками, которые могли бы снизить мой идеал? В первые месяцы нашего романа мы оба еще были школьниками, но школы наши находились на разных концах города. Моя майская гимназия помещалась на 10-й линии Васильевского острова, Атино же Петропавловское училище в центре города. Одной стороной это древнее учреждение выходило на большую конюшенную, другой — на малую. Тем не менее, и несмотря на дистанцию в несколько верст, мне удавалось к моменту, когда кончались Атины занятия, оказываться на бульваре, на супротив подъезда женского отделения Петри Шкуле. И тут, улучив момент, когда Атя, простившись с товарками, направлялась домой, я подходил к ней, и дальнейший путь, через часть Невского и по всей Большой Морской, мы уже проделывали вместе. О, как я бывал счастлив, когда, доведя Атю до ее ворот у поцелуева моста, я слышал из ее уст ожиданный вопрос «Не зайдешь ли?» И, разумеется, я заходил и застревал на несколько часов. Иногда, если и уроки Володи, также учившегося в Петри Шкуле, кончались одновременно с Атинами, он присоединялся к нам, от всего своего дружеского сердца, сочувствуя нашей любви. Благо, и он в это время стал усиленно ухаживать за подругой Ати, фрейлейн Янке, миловидной, но пустенькой блондиночкой. Присутствие Володи давало мне более благовидный предлог для продления наших прогулок, а также к тому, чтобы проникнуть в квартиру киндов. Нашим тогдашним прогулкам удивительно благоприятствовала погода. Чуть ли не в конце еще февраля наступили ровные ясные дни, а в марте, неслыханное дело в Петербурге, многие, и я в том числе, заходили без пальто. Особенно запомнился вербный торг, который тогда происходил вокруг гостиного двора и который в этом году выдался необычайно многолюдным и разнообразным. В вербное воскресенье мы целой компанией бродили несколько часов по торговавшим всяким вздорам ловчонкам на открытом воздухе, и, забрав целую массу всяких сладостей, поехали к киндам угощаться. Я ехал с Сатей на одном извозчике, на другом — Володя с Фрейлейн Янке, на третьем — Петя с сестрой Соней. Но пиршество это не обошлось без печальных последствий. Мы приналегли, больше всего я, на какой-то китайский пирог, рот сухого варенья или масадуана из всяких засахаренных фруктов, и на следующий день я был болен и даже не смог совершить свое ежедневное посещение Ати. Жизнь только что помянутой сестры Ати Софьи, в общем, протекала совершенно отдельно от нашей. Она бессменно жила у сестры Маши и редко наведывалась в родительский дом. Однако как раз тогда Соня зачастила, и это, несомненно, из желания как следует все разведать о нашем романе, а может быть и воздействовать на младшую сестру. Зачем Диана себя так компрометирует с мальчишкой? Толстушка Соня, бывшая на пять лет старше Ати, имела непреодолимое влечение к сплетням, к семейным интригам. Мы не доверяли ей и остерегались ее. Однако как раз теперь Соня сумела принять участливо медовый тон, и так ластилась Кать, так была мила со мной, что мы поддались этому, и Соню пришлось принять в нашу компанию, а это, естественно, привело к первым недоразумениям и первым между нами размолвкам. Здесь уместно сказать несколько слов о той обстановке, в которой разворачивался наш роман, о том киндовском интерьере, в котором я теперь проводил все свое свободное от школьных занятий время. Семья киндов, состоявшая из попа, маман, Ати и двух братьев Володи и Пети, помещалась в четырех комнатах верхнего этажа левой башни той казармы флота, которая стояла в конце Большой морской улицы, у самого поцелуева моста. Одна из комнат киндовской квартиры служила продолжением передней и была полутемной. Тут стояли шкафы и буфет, другая — спальней Елизаветы Ивановны и Ати, третья была довольно просторная гостиная, в четвертый помещался кабинет Карла Ивановича, в пятой спали мальчики. Из спальни Елизаветы Ивановны одна из трех дверей вела прямо на чердак, тянувшиеся во всю длину здание казармы. Считалось, что там водились крысы необычайной величины, и эта молва прибавляла романтической жути этому огромному, пустому помещению, стоявшему без всякого употребления. Вообще же у нас всех трех, то есть у меня, Володи и Ати, потребность в романтике была так сильна, что мы находили таковую везде, где только что-либо представлялось мрачным и таинственным. Так, например, совсем как в средневековом замке представлялось нам и нижнее сводчатое помещение, откуда начиналась лестница, приводившая в третьем этаже к двери квартиры Киндов. Но в самой этой квартире романтики не было. Ни в залитой светом гостиной с ее белыми обоями и белыми тюлевыми занавесками на окнах, ни в соседнем с ней кабинете. Меблировка квартиры была непритязательная и ограничивалась необходимым, если не считать обязательного высокого зеркала в простенке гостиной, длиннохвостого рояля фабрики «Мюльбах», стоявшего у одной из стен гостиной, и прислоненного к противоположной стене, крытого красным сукном дивана. Здесь же висели единственные две большие акварели Альбера, подаренные им в период ухаживания за Марией Карловной. Одна изображала деревенскую дорогу, ведущую к лесу мимо золотистой нивы, другая — летний вечер на Неве, с рыбацкой тоней на первом плане и с башнями Смольного монастыря за рекой. Остальная обстановка была утилитарного порядка. Стулья гнутого дерева, ломберные столы, несколько этажерок, письменный стол Папа Кинда, буфет, много объемистых шкафов, большой открытый шкаф с книгами библиотеки. В Карле Ивановиче была коллекционерская жилка, но его собирательство не обладало какой-либо декоративностью. Он собирал серебряные и золотые монеты, разложенные по коробкам и хранившиеся в ящиках под ключом его письменного стола. Показывал он свои сокровища лишь в экстренных случаях и не без торжественности. Надо прибавить, что вся квартира Киндов содержалась в безупречной, чисто немецкой чистоте, в ней ничем не пахло. Все, начиная с полов, сияло и блестело. Стояло всегда ровное тепло, но ничто не манило книги. Диван и стулья были жесткие, газовые люстры и лампы с белыми абажурами были высоко подвешены, на окнах висели белые кисейные занавеси. Ковры в гостиной и в кабинете в обыкновенные дни убирались и истлались только, когда ожидались гости. Впрочем, мы ничего этого не замечали, да и вообще, разве нуждаются в какой-либо внешней приятности молодые люди, поглощенные своими сердечными чувствованиями? О чем же мы с Атьей могли тогда вести наши каждодневные бесконечные беседы? Это теперь невозможно восстановить, но, во всяком случае, чаще всего мы обменивались литературными и художественными впечатлениями. Я был начинен всевозможным чтением, да и у Ати запас литературных впечатлений оказался не менее богатым. При этом, пожалуй, этот ее запас был более систематичным и однородным, основанным на примерном изучении классиков, особенно немецких. Правда, своей матушке Атя по вечерам, приготовив уроки, имела обыкновение читать вслух, но то была всякая фильетонная чепуха, вроде романов Габрио, Пансона Дютерайля или Поля Феваля, и это чтение вовсе не трогало Атю. Это было лишь исполнением дочернего долга. Свою мать Атя любила страстно и была готова ей в угоду приносить и не такие еще жертвы. Что же касается самого Карла Ивановича, то на родине, в Саксонии, он принадлежал к семье, в которой культивировалась поэзия, и один из его дядей даже прославился как поэт, в особенности как автор либретто-оперы Фрей Шютц. Либретто-оперы Фрей Шютц, «Вольный стрелок», 1820 год, музыка Вебера, 1786-1826, название оперы переводилось в XIX веке и как «Волшебный стрелок». было составлено дрезденским актером и адвокатом Фридрихом Киндом по одноименной новелле Аппеля из сборника «Книга привидений». Естественно, что Карл Иванович пожелал иметь при себе под рукой и сочинение своих любимых авторов, каковые в добротных переплетах и заполняли полки высокого шкафа. Рядом с Шиллером, Гёте, Кернером и Лессингом стоял и Шекспир в немецком переводе с теми иллюстрациями Джона Джилберта, которые я так часто разглядывал, забираясь и в библиотеку своего зятя Эдвардса. Именно Шекспиром особенно увлекалась Атя и зачитывалась им так, как юные девицы обыкновенно зачитываются романами. Но характерно для нее было то, что склонность к серьезному чтению не мешала ей по-прежнему обожать сказки. Одним из самых значительных духовных звеньев нас связывавших была именно наша верность детству, наша способность в любой момент как-то перенестись в другой фантастический мир. Атя, превратившись из девочки в барышню, не только не отказывалась от своих прежних любимцев, напротив, именно на них был построен и образован весь ее вкус. Сказки братьев Гримм, Андерсона, Перро, госпожи де Бомон и Донуа помогли ей, как и мне, создать себе известную меру вещей. На них лучше, чем на чем-либо более серьезном, мы научились отличать подлинное от фальш. Связывало нас, и то, что мы были скорее приверженцами всего западного, заграничного, русской же литературой, за исключением Пушкина, Гоголя и Тургенева, мы стали интересоваться позже. Однако многие чудесные русские сказки Атя знала со слов своей няни, которая, выйдя замуж за денщика Карла Ивановича, еще многие годы оставалась у них в доме в качестве прислуги. Еще большим мастером рассказывать сказки был сам этот денщик Яков, которого я довольно отчетливо помню, и который производил самое уютное впечатление. Кроме классиков, в библиотеке Карла Ивановича находилось полное издание «Жизни животных» Брэма и несколько объемистых исторических трудов. И теми, и другими Атя была способна зачитываться так же, как впоследствии ее любимым чтением стали всякие мемуары. Близко к литературным темам были театральные. Я уже рассказал о наших коллективных посещениях балетных спектаклей. Мы не отставали друг от друга в нашем культе Цукки. Но часто Атя бывала с сестрами и во французском театре. Еще раз напомню, что это было время, когда совершенно еще молодой Люсиен Гитри сводил с ума петербургскую публику. Рядом с ним на подмостках Михайловского театра подвязался и чудесный, гротескный комик Хиттеманс. Стоило ему только появиться на сцене, как весь зрительный зал рушился от хохота. Милый, легкий, веселый и естественно изящный Андрие и характерный Жумар и корректнейший Вальбель. К манерам последнего, к непогрешимой его одежде, к его говору, старательно приглядывались и прислушивались все те, кто посещал Михайловский театр, как своего рода школу настоящей парижской светскости. Несколько позже присоединился к ним первый любовник Дюмени, отличавшийся ювелирной отделкой своих ролей, и очаровательная Лего, которую можно поставить рядом с Режан. В ролях Гранд Кокетт и фатальных женщин незаменима была Лина Мунч. В ролях Дамполу Света обольстительная Лендер, одни плечи, которые действовали зажигающим образом. Наконец, в ролях благородных светских женщин и трагических королев любимицей Петербурга была красавица Брендо. В качестве инженю начинали тогда свою карьеру прославившиеся впоследствии в Париже Леониян и Томасон. Наконец, смешила до слез верная партнерша Хиттеманса комическая старуха Дарвиль. Когда давалась какая-нибудь буфонада, в которой участвовала она, Хиттеманс, Тихоне, страдающий любовник Делорм, очаровательный Андрие и курьезный Жумар, то можно было заболеть от хохота. По этим спектаклям в Михайловском театре публика, русская публика, пожалуй, более разносторонне знакомилась с французской драматической литературой, нежели это было возможно в Париже. Ведь репертуар возобновлялся каждую субботу, благодаря чему единственный наш французский театр заменял целый десяток парижских. Каждая там нашумевшая новинка была уже через несколько недель поставлена и мастерски разыграна у нас. В то же время туалеты актрис и актеров, их манеры, их говор служили настоящей живой школой паризианизма. О, до чего прелестен, интересен и поучителен был в те годы Михайловский театр. Я собирался написать в сотрудничестве с моим дорогим другом князем Ливином целую книгу о нем, о тех вечерах, которые мы проводили в его изящном зрительном зале, отделанном оранжевым штофом и серебром. Но, увы, этот проект вследствие кончины Ливина не состоялся. К шарму Михайловского театра надо еще прибавить, что в антрактах маленький, но отличный оркестр играл коротенькие пьески, преимущественно французские «Де Либо», «Безе», «Годармо», «Сне», «Оффенбаха» или «Кока». К сожалению, уже к концу 80-х годов эту музыкальную закуску сочли за слишком старомодную и дорогую, и оркестр был упразднен. В то блаженное время я мог бывать в Михайловском театре каждый вторник, и редкий вторник я пропускал, так как мы были абонированы пополам с дядей Костей в ложу второго яруса. Но и Атя со своей стороны бывала здесь часто, обыкновенно в ложе своей сестры Маши на еженедельных субботних премьерах. Когда нам пьеса очень нравилась, мы шли на нее два-три раза, и тогда брали себе места в партере или в сталях. Ах, какая милая, трогательная публика сидела именно в сталях, в этих недорогих местах за креслами, откуда было все отлично и видно и слышно. По большей части то были все французские гувернантки, старые девы, восторженные энтузиастские поклонницы Гитри, Вальбеля и Лины Менч. Там же была абонирована и милая тетя Лиза Раевская, которой надлежало непременно подойти в первом же антракте и которая, то задыхаясь от восторга, шептала «До чего сегодня хорош Вальбель?» то изливала свое негодование на грубое неприличие насальности Хиттеманса, Дарвильши и прочих шутов Гороховых, что не мешало нашей состарившейся институтке хохотать над теми же глупостями и гадостями до слез. В русском театре я бывал реже. Виной тому было, пожалуй, то, что наши домашние не особенно долюбливали пьесы Островского, Крылова, Сухого Кобылина, находя, что уж это слишком простонародно, уж очень отзывается людской, что иное даже дурно пахнет. Впрочем, как раз мама, вообще убежденная поклонница всякой правды, всего реального, как раз уважала русский театр, и ей вторила ее горничная Ольга Ивановна. Но вот настоящей компании мне для русских спектаклей не было, и сам я попадал в русский театр редко. Все же я счастлив, что я успел увидеть в те годы, приблизительно до 1890 года, в самом образцовом традиционном исполнении и «Ревизора», и «Горе от ума», и несколько драмы-комедии Островского с несравненной, хоть на мой вкус, чуть вульгарной Савиной. Атя в отношении русского театра была счастливее меня. Мария Карловна была большой его любительницей и не пропускала ни одной значительной новинки. Почти всегда она брала с собой обеих сестер. Еще реже и я, и Атя бывали в немецком театре, спектакли которого давались то в Михайловском, то в Александринском театре. Все же у меня остались в памяти превосходные исполнения трагиком Зузке роли Филиппа Второго в Дон Карлосе, а также несколько комических пьес, необычайно бойко и натурально разыгранных. В одной из них, которая, кажется, носила название «Похищение Сабининок», выступала гастролировавшая прелестная юная актриса из Берлина. Однажды в немецком государственном театре мы с Атей увидали и тогдашнее загадочное чудо-чудесное, летающую по сцене танцовщицу. Звали ее Проциоза Греолатис. Никакие бинокли не давали разглядеть ту систему проволок, благодаря которой эта особа слетала с небес и носилась в разных направлениях по сцене. Театральные люди рассказывали, что для установки этой очень сложной системы требовался долгий и кропотливый труд, исполнявшийся специалистами сопровождавшими Летунью при соблюдении абсолютного секрета. Малейший недосмотр мог бы стоить жизни актрисе, которая обладала скорее исключительной отвагой, нежели талантом. Вредило несколько впечатлению фантастичности то, что все полеты происходили под резкими углами, что выдавало наличность раз навсегда установленной сети. Специально для этой сенсационной гастролерши была поставлена популярная в Германии, но и очень наивная пьеса «Расточитель», в которой Проциоза исполняла роль доброй, благоволившей растратчику феи. «Расточитель» пьеса австрийского драматурга Раймунда 1790-1836, написанная в 1834 году. Глава вторая «Музыка у Киндов Папа Кинд. Наша религиозность» Дом Киндов был музыкальным домом. Начиная с самого Карла Ивановича, все, кроме Пети, были музыкальны, все любители музыки. Карл Иванович олицетворял тип музыканта доброго старого времени. По приезде в конце сороковых годов из своей родной Саксонии он сразу поступил на службу в дирекцию петербургских театров в качестве первой скрипки при оперном оркестре, а затем занял место капельмейстера, сначала в гренадерском полку, а потом во флотском экипаже. На этих двух постах он весь отдавался делу обучения музыке, иногда и совершенно неотесанных, прямо из деревни, прибывших в столицу молодцов, обнаруживая при этом как свое безграничное чувство долга, так и неисчерпаемое терпение. И ему удавалось превращать довольно быстро этих оболтусов в совершенно приличных исполнителей. Полковые оркестры под его управлением славились своей слаженностью и их приглашали в различные театральные антрепризы, как, например, в летний театр при зоологическом саде, где они исполняли иногда и очень сложные программы. Кроме того, Карл Иванович был вполне культурным музыкантом. Он умел играть решительно на всех инструментах, знал теорию музыки на зубок и горел безграничным энтузиазмом к великим композиторам своего отечества. При случае он и сам сочинял то какой-нибудь вальс или польку, а то и торжественный марш, которые разыгрывались оркестром гармонии, созданной им и им возглавляемой капеллы. любимым местом отдыха Карла Ивановича был старинный немецкий клуб «Пальма» в Демидовом переулке, где у него был стол и его ожидал кружок почтенных завсегдатаев, где играли по очень экономическим ставкам в карты и в домино и где велись вполне благонамеренные беседы. Общество музыкантов-любителей гармония, основанное в 1883 году, помещалось в соляном городке, в здании педагогического музея. Здесь два-три раза в год устраивались увеселительные семейные вечера. Председателем был Майер, дирижером Циммерман, а почетными членами Макаров и Карл Иванович Кинт. С виду это был высокий, прямой, крепко сложенный человек, рано поседевший, с крупными энергичными чертами лица. Густые, чуть свешивавшиеся усы придавали ему воинственный вид. Он слегка косил на правый глаз, что придавало его выражению несколько насмешливый характер. Впрочем, он и действительно был склонен к шутке, к безобидной иронии, но при случае мог быть и довольно суровым и даже грозно-сердитым. По-немецки он говорил очень чисто и изящно, без намека на какой-либо местный жаргон, по-французски довольно правильно, по-русски совсем неправильно, с потешными оборотами и сплошными ошибками. Своим музыкальным образованием дети были обязаны ему, но лишь одна из трех дочерей делала вполне честь своему наставнику, это моя Бельсуар Мария, закончившая свое воспитание пианистки под руководством знаменитого Лешетицкого, сначала в Петербурге, потом в Вене. Лешетицкий Теодор 1830-1915 польский пианист и педагог с 1862 года по 1878 год профессор Петербургской консерватории. Другие две дочери хорошо читали по нотам, обладали достаточной беглостью пальцев, но из них в смысле музыкальной виртуозности ничего особенного не вышло. Правда, Соня, как я уже упоминал, обладала редкой силой голосом и прошла полный курс пения под руководством профессора Корси. Однако, будучи особой апатичной и довольно ленивой, она, выйдя замуж, постепенно совсем запустила пение. Старший сын Карла Ивановича, мой дражайший друг Володя, был исключительно музыкален, обладал прекрасной музыкальной памятью, не без блеска играл на рояле, но и ему было далеко до концертной виртуозности. К тому же в молодости он был натурой беспечной, влюбчивой и довольно легкомысленной, и ему претила всякая усидчивая работа и тем более всякое систематическое упражнение. Та же характеристика, что касается музыки, годится и для моей Ати, но все же в ней было гораздо больше выдержки, и она лучше справлялась с разными пианистическими трудностями, нежели брат. Наконец, Петя Кинт, если и не был лишен слуха, если и прошел какой-то первоначальный курс игры на рояле, то, в общем, он обнаруживал к музыке порядочное безразличие, причем, будучи любимцем своей матери, он, к огорчению отца, вообще отличался нерадивостью и ленью. Музыка являлась для нас с Ати одним из главных развлечений, а также, особенно в первый период нашего романа, предлогом для наших встреч и для того, чтобы быть вместе. То Ати и Володя услаждали мой слух, исполняя в четыре руки разные нам тогда нравившиеся пьесы, например, Рапсодии Листа, Карнавал Шумана и Карнавал Рубинштейна, то Атя одна играла то, что она разучивала под руководством отца, а то и я подносил своей возлюбленной моей фантазии, которым, имея это в виду, я и старался придать большую законченность. Наши вкусы были тождественны. Мы любили тех же авторов и те же их сочинения, или тот же тип сочинений. Положим, рояль Киндов был еще менее звучный и еще более тугой, нежели наш Генш, но это не мешало нам, слушая издаваемые им звуки, наслаждаться. Папа Кинд поощрял эти наши музыкальные занятия. Отрываясь от своего обычного занятия расписания нот по оркестровым партиям, он, одетый в халат, выходил из кабинета и, ласково ухмыляясь, делал свои заключения относительно исполнения или вносил поправки в мои сочинения. Чем-то он мне удивительно напоминал камерного Музикуса Мюллера из «Коварство и любви Шиллера». Пребывал в таком же благодушном состоянии он и когда давал мне уроки, но от его детей я слыхал, что он не всегда бывал таким добреньким и, напротив, часто за уроками становился и очень неприятным. Изредка он даже прибегал к линейке и больно бил ею по пальцам. Я уже упоминал о своей страсти ко всякого рода изображениям, картинкам и даже высказал предположение, что в этой мании можно видеть доказательства, что я по природе живописец. Естественно, что, считая Атью своею, я с первых же месяцев нашего романа постарался заразить и ее этой манией. Очень скоро я повадился ходить к киндам не иначе, как нагруженный всякими книгами. Часть их я оставлял у Ате для лучшего с ними ознакомления на целые недели. Таким образом, на том столике, который служил ей для ее школьных занятий, выросла целая гора всевозможных изданий, в громадном большинстве иностранных. Но были и русские, например, роскошное фолио Эллада и Рим Фалька, перевод с немецкого, которое я себе когда-то выпросил на рождение. Имеется в виду книга Эллада и Рим культурная история классической древности Якова Фальке, Якоб Фальке, 1825-1897, изданная в Петербурге Суворином в 1881 году. Величайшее счастье я испытывал, когда встречал в моей возлюбленной отклик на мои художнические восторги, или когда она выражала стремление лучше, полнее ознакомиться с каким-либо явлением истории искусства. Сам я тогда только начинал усваивать кое-какие элементарные познания. Но ведь известно, что лучшим преподавателем является тот, который сам только что обогатился знанием и страстно горит им поделиться. Постепенно я пристрастил Атью и к посещению музеев и выставок. Один из любимых наших музеев был тот, что устроил обожаемый мной Григорович в залах общества поощрения художеств. Это был художественно-промышленный музей, организованный в конце 70-х, начале 80-х годов 19-го века, в новом помещении общества на Большой морской улице, ныне улица Герцена. Инициатором его устройства был Григорович. Около 15-ти лет, с начала 60-х до середины 80-х годов, состоявший секретарем общества поощрения художеств. Музей объединял различные коллекции прикладного искусства, в частности, по истории стилей и орнаментов. При музее была открыта постоянная выставка продажи картин. Туда нас манил тот особый уют, с которым были расставлены коллекции старинной мебели утварей фаянса бронзы. Местами эти коллекции были сгруппированы в целые жизненные уголки. Казалось, точно только что давние хозяева, какие-нибудь бургграфы или почтенные ученые, покинули данное помещение, оставив на низком готическом столе увесистую Библию, медный шандал с полусгоревшей свечкой и огромную глиняную кружку. А над столом висела люстра, составленная из оленьих рогов, с фигуркой девушки, держащей перед собой пестро раскрашенный герб. Окна этой комнаты, выходившие на унылый петербургский, занесенный снегом двор, состояли из круглых рам со вставками расписного стекла. Тогда мы уже стали мечтать о том, как бы и нам обзавестись когда-нибудь такой обстановкой. Хотелось, чтобы разные милые вещи не только красовались как редкости на показ, но чтобы они служили в домашнем обиходе. Ныне, разумеется, я не могу смотреть на тогдашнее мое знаточество иначе, как со снисходительной улыбкой, но в то время я был полон гордости от того, что разбирался в целой массе вещей совершенно непонятных и немых для большинства наших знакомых. Впрочем, мы не только мечтали о чем-то, что могло бы исполниться в очень далеком будущем, но я, не откладывая, упросил мамочку сделать для меня, в душе я говорил для нас, ряд совершенно ненужных приобретений, в которых, увы, выразилась лишь одна моя незрелость и мое самое поверхностное понимание. Так были приобретены полдюжины резных стульев, мореного дуба, в стиле тех, которые изображались на картинках избыта средневекового рыцарства, куплен фонарь кованого железа с малиновыми стеклами, куплена дюжина больших зеленых рюмок для белого вина, вроде тех, которыми чокались заговорщики в третьем действии пикколумини. Заказан был грандиозный диван красного дерева, крытый красным сафьяном с перекидным матрацем в стиле немецкого возрождения. Но особенно я гордился креслом черного дуба, спинка которого была украшена маскаронами и креатидами. Ручки представляли собой крылатых драконов, а ножки покоились на львинах лапах. Уже через пять-шесть лет я вполне осознал, до чего все это было безвкусным и уродливым. Постепенно я и старался со всем этим расстаться. Но тогда мы были очень довольны таким поэтичным обогащением нашего будущего жилища, да и эффект, произведенный этими предметами на моих друзей немало способствовал моему возвеличению в их глазах. Я забежал несколько вперед, заговорив о том, как мы с Атьей мечтали о том, как сложится наша будущая супружеская жизнь. Но разумеется, первое время нашего согласия мы о том не заикались. Ведь нам было всего шестнадцать лет. род предложения я все же ей сделал, и с этого момента наши мечты приняли более конкретный и определенно матримониальный характер. Произошло же это объяснение во время одного нашего выезда за город, организованного Володей. Этот выезд слишком курьезен сам по себе, чтобы не рассказать о нем в подробности. Весельчак и вечный балагур Володя обратился к нам как-то с весьма неожиданным приглашением, якобы исходившим не более не менее как от самого испанского посланника маркиза Кампо Саградо. Сей сановник задумал где устроить грандиозный бал у себя на даче под Петербургом, и вот среди тысячи других приглашенных оказались Бог знает почему и мы совершенно ему незнакомые юнцы. Надо знать, что этот дипломат был в те годы одной из самых заметных фигур тогдашнего Петербурга, и он интересовал собой самые широкие круги общества, даже и такие, которые были весьма далеки от жизни наивысших слоев. Одна чрезмерная тучность маркиза обращала на него общее внимание как на улице, когда он сидел в открытой коляске, на козлах которой рядом с русским кучером восседал егерь с украшенной плюмажем треуголкой, так и в театре, в опере или в балете, когда он величественно, с ласковой улыбкой на своем широком лице грузно шествовал к своему креслу в первом ряду. Имели мы с Володей случай любоваться им еще и тогда, когда кампус-ограду в страстную пятницу в обществе своих коллег, представителей держав католического вероисповедания, весь увешанный орденами, с большущей свечой в руке, участвовал в процессии, продвигавшейся по Мальтийской церкви. Эта католическая церковь была сооружена при Павле I во знаменовании того, что безумец государь провозгласил себя гроссмейстером ордена Иоаннитов. Она была построена по проекту архитектора Джакомо Кваренги, так же, как и соседняя с ней православная Мальтийская церковь. Особенной красотой и благородной роскошью отличалась внутренность этой католической церкви, пленявшая гармонией своих пропорций и своих красок, в которых преобладал густой оранжевый тон. Наша семья имела обыкновение именно эту церковь посещать во время Страстной недели. Службы, совершавшиеся там, были сопровождаемы превосходным хоровым пением, в котором, как говорили, участвовали и многие артисты итальянской оперы. Помянутая же процессия протягивалась через всю церковь, вслед за священником, шествовавшим со святыми дарами, от главного алтаря к боковой капелле, где была устроена особая декорация, представлявшая гроб господний. Прокампо Саградо ходили по городу всякие анекдоты, вроде того, что однажды его пришлось силой извлекать из театрального кресла, или будто кресло, на которое он был абонирован, было особой конструкцией, которая могла выдержать его непомерную тяжесть. Знаменит он был и своим обжорством, и на меня особое впечатление произвел рассказ очевидца о том, как маркиз на балу у богача Нечаева-Мальцева слопал целую миску, полную трюфелей, и как при этом заметно пухла его печень. Словом, Кампо-Саградо был фигурой легендарной и чрезвычайно живописной. Но был он и очень важный, недосягаемый, высокопоставленный сановник-олимпиец. И вдруг он узнал о нашем существовании и соблаговолил нас пригласить к себе. Все это представлялось совершенно фантастичным, но Володя клялся, что он не врет, объяснял с массой подробностей, как был налажен отбор приглашенных через целую сеть агентов и общих знакомых. Наконец, ему удалось рассеять мои сомнения после того, что и Атя и Пассия Володи Фрейлейн Янке вполне ему поверили. В назначенный вечер я и явился, облегшись во фраг, он был в предшествующие зиму шит по случаю бенефиса Цуки, тщательно причесанный и побритый. Дамы тоже были в вечерних платьях. Однако, как и следовало ожидать, вся эта затея оказалась мистификацией. Меня действительно повезли через весь город и за московскую заставу, но когда мы сошли из наших двух извозчиков у какого-то самого обыкновенного низкого забора, а за кустами я увидал большую, но тоже совершенно обыкновенную деревянную постройку на резиденцию какого-либо гранда ничуть не похожую, то Володя раскрыл секрет своей шутки. Этот дом принадлежал некоему фабриканту господину кампусу и эта дача была действительно загородом. Выходило, что он и не обманывал меня, когда клялся, что мы приглашены к кампус за градом, кампус аградо. Я было обиделся, собрался даже сесть на извозчика и ехать обратно, но мои спутники так заразительно стали смеяться удавшейся шутке, что и я присоединился к ним. Какая же жила в нас святая простота! И какой же я, бывший тогда очень о себе высокого мнения, был юный дурак! Бал у господина кампуса, устроенный по случаю чьих-то именин, был в полном разгаре, но часть гостей рассыпалась по аллее довольно обширного сада, скупо иллюминированного бумажными фонариками. Я ненавидел балы, особенно когда на них танцевала Атя, обнимаемая другими мужчинами, а потому, познакомившись с хозяевами самого простецкого вида, я сразу пошел бродить по дорожкам, причем меня одолела ужасная тоска. Тут была и досада на то, что меня так провели, и особенно я был огорчен тем, что в этом заговоре предательски приняла участие Атя. Действовал на мое мрачное настроение и расстилавшийся засадом унылый пригородный пейзаж, далекие огороды, убогие домишки, фабричные трубы, зловеще выделявшиеся на фоне зари. А на горизонте то и дело появлялись дымки поездов, маневрировавших на запасных путях. Непреодолимо захотелось поскорее выбраться из этого мещанского болота и увести из него Атю, тем временем уже вальсировавшую подхлесткую игру Володи. Вскоре мне это и удалось. Но тут не обошлось без маленького скандала, которым и завершился для нас пасторальный бал у испанского посла. Сменив Володю у рояля я сыграл сначала два-три модных танца, а затем без предупреждения перешел на самый залихватский трепак. Смущение танцоров было велико, но кое-кто попробовал было поддаться этой шутке. Но не сам хозяин, толстый, черномазый, довольно жутковатый господин. Он взглянул на дело иначе. Ему почудилось нечто особенно обидное, в моей выходке, и он накинулся на меня с грубыми ругательствами, потрясал кулаками. Я отвечал в том же духе, с треском захлопнул крышку рояля и, забыв про шляпу и пальто, выбежал из зала и помчался к выходу из сада. У калитки меня догнали перепуганная Атя и смущенный Володя. Он же нес с собой мои вещи. После того, как я наотрез отказался вернуться на дачу господина Кампуса, с Володей мы расстались, и я с Атей вдвоем поплелись пешком обратно в город, причем я не переставал осыпать свою подругу упреками и изливать мое негодование на Володю. Лишь пройдя триумфальные ворота, мы наконец нашли какого-то возвращавшегося из города извозчика, который, соблазненный обещанием щедрого на чаек, согласился повернуть оглобли и повезти нас через весь Петербург к поцелуеву мосту. И вот, сидя на этом тряском экипаже, мы сначала продолжали ссориться, но затем как-то совершенно неожиданно перешли на мировую. И тут я и спросил Атю, согласна ли она быть моей женой, для чего пришлось бы ждать несколько лет. Она без всякой оговорки отвечала, что согласна, и когда мы сходили с дрожек, то уже сияли оба счастьем, почитая себя всерьез женихом и невестой. Очень кстати, в момент прощания у ворот Атиного обиталища взошло за Исаакием солнце, и все вокруг нас озарилось и заблистало. Вспыхнувшая тогда на обратном пути с бала у испанского посла ссора была не единственная между нами. При нашем действительном основном согласии все же характер каждого из нас был далеко не из самых покладистых и удобных. Обе наши натуры имели в себе немало чего-то необузданного и своевольного. В частности, во мне сказывалась моя избалованность, что особенно выражалось в некоторых довольно неожиданных капризах и причудах. Да и Атя была очень нетерпелива, а при случае выказывала типично женское упрямство. К тому же довольно скоро в ее семье стало проявляться противодействие нашему роману. Старались, впрочем, нас разъединить только сестры Атя. Маша видела во мне второе издание столь ей опостырившего Альбера. Соня же была вообще склонна сеять смуту. Она мастерски умела вызывать людей на откровенность и их же затем натравливать друг на друга. Здесь открывалось для нее широкое поле деятельности. Меня она не решалась трогать, зато свою сестру она буквально преследовала советами и предостережениями. Вполне естественно, что шестнадцатилетняя моя подруга иногда поддавалась наущениям старшей сестры, обладавшей к тому же большим даром убедительности. Под действием этих науськиваний и наговорах Атя, скрипя сердце, делала попытки прервать наше свидание. Но вся ее решительность рушилась, как только я все же добирался до нее. А для этого существовало тысяча предлогов и способов, тем более, что ни папа кинт, ни мама кинт, враждебных чувств ко мне не выказывали и не испытывали. Не испытывали таких чувств Кати и мои родители. Папа даже неоднократно похваливал ее, а мама до того баловала меня, что мне без большого труда удавалось заставлять ее приглашать все младшее поколение киндов к нам и угощать их на славу. Иногда только мамочка обращалась ко мне со знакомым уже мне вопросом, что ты нашел необыкновенного в этой молодой особе? И все же, верно и своим правилам, она не восставала напрямик против моего увлечения. Мало того, по моей просьбе она сама купила на именины Ати 26 июля и на ее рождение 9 августа по большой и нарядной коробке конфет от знаменитого кондитера Балле, которые я и поднес своей невесте. Вероятно, мамочка считала, что все это Шуренькина блажь, что это не имеет значения и что чем меньше противодействовать блаже, тем скорее она пройдет. Однако блажь на сей раз не проходила, принимая все более отчетливые и серьезные формы. Я продолжал бывать у киндов почти каждый день, а когда для приличия пропускал день, то и тогда мы встречались. В зимнюю пору я провожал Атю на те уроки, которые она по окончании школы давала каким-то детям. Один урок был где-то очень далеко, на Кирочной, другой совсем близко, на торговый. Летом мы совершали вдвоем часами, длившиеся прогулки по улицам и садам Петербурга, причем предлогом нам служило то, что надо было прогуливать двух прелестных Атиных собачек, бультерьеров белоснежной масти, бойку и мекку. Особенную симпатию мы оба чувствовали к бойке, умнейшему, веселейшему псу, и он отвечал нам необузданными изъявлениями своей собачьей преданности. Мекка, напротив, была скорее особо глупая и с наклонностью к неврастении. Увы, во время одной нашей прогулки, уже в конце лета 1888 года, с бойкой сделался припадок удушья. Он вдруг в судорогах кубарем покатился на землю, и я не забуду того выражения смертельного испуга и мольбы о помощи, с которым он взглянул на нас, когда мы нагнулись над ним дрыгающим и корчущимся в страданиях. Через несколько дней сделался второй припадок, и наш очаровательный песик скончался. Сколько было пролито атий слез. Это у нее было редкостью, так как она вовсе не была плаксой и обыкновенно умела владеть своими чувствами. Другим местом наших свиданий была церковь, вернее, церкви. С самых дней уроков катехизиса у Пера Женье, если я и перестал быть практикующим, то все же я продолжал быть глубоко верующим христианином и чувствовать тяготение к церкви. Особенно мне дорого было то настроение, которое овладевало мной, когда я переступал порог храма Божьего, все равно какого, православного или католического или лютеранского. Меня также очень волновали разные религиозные вопросы, а в слово священного писания я верил абсолютно, не желая знать никаких научных проверок и толкований. Книги Штрауса или Ренана, о которых папа отзывался с омерзением, представлялись мне чудовищно кощунственными, а когда до меня доходили слухи о каких-то археологических открытиях, опорочивающих или только частично подтверждающих то, что сказано в Библии, то я старался как-то истреблять в себе впечатления ими производимые. Книги Штрауса или Ренана имеются в виду книги «Жизнь Иисуса», 1835 год немецкого историка и философа Штрауса, 1808, 1874, и «Жизнь Иисуса», французского филолога и историка Ренана, 1823-1892. Оба автора представляли либеральную школу изучения жизни Иисуса, которая тяготела к изображению Иисуса как конкретно исторического персонажа и даже романтического героя. Книги получили в XIX веке большую известность не только в западноевропейских странах, но и в России. В частности, книга Штрауса произвела большое впечатление на Александра Иванова. При этом должен сознаться, что в смысле знакомства с Библией я недалеко ушел от того, что когда-то ребенком узнал от своих бонн, от папы и мамы. Лучше же всего на уроках Вертер в Киндергартене. О них мне, кроме того, напоминали картинки в Библии Шнорре, свято мной хранимой, а в один прекрасный день и поднесенный моей возлюбленной. Основательно и как-то более самостоятельно я познал Новый Завет. Перед сном я завел себя обыкновение прочитывать по главе из Евангелия. Двухтомный экземпляр, которым я пользовался, был французским изданием романтической эпохи, переплетенным в зеленую с золотом кожу. Каждая его страница, наподобие средневековых часословов, была окружена символическим обрамлением, а, кроме того, главнейшие события были представлены в тонких гравюрах на стали. В общем, если моя вера и была несколько прохладной, и к тому же носила явно эстетический оттенок, то все же я был верующий, чего нельзя было сказать про большинство моих товарищей в школе и даже про моих братьев. Атя же была в полной мере верующей, и это, в свою очередь, отличало ее от ее сестер, относившихся безразлично к религиозным вопросам. Из родителей ее отец представлялся мне опять-таки безразличным к религии, зато мать Ати, милая Елизавета Ивановна, была глубоко религиозной натурой. Она перенесла за свою жизнь много горя, что ее преждевременно состарило, но в себе она сохраняла всю пламенность веры. Весной 1887 религиозность моей невесты получила особую крепость после того, что она прошла катехизис у доброго пастора Мазинга и была конфирмована в Лютеранской церкви Святой Анны на Кирочной. Лютеранско-немецкая церковь Святой Анны Кирочная, ныне улица Салтыкова-Щедрина, 8, построена в 1775-1779 годах по проекту архитектора Фельтона 1730-1801 То, что моя невеста была лютеранкой, тогда как я был тогда убежденным, как мне казалось, католиком, не вносило между нами какого-либо разлада. Ведь и у нас в доме царила полная веротерпимость. Кажется, в своем месте я уже указал на то, что все мои дяди с отцовской стороны были католиками, а все тетушки лютеранками. Это поставило условиям бабушка Екатерина Андреевна, рожденная Гроппе, выходя замуж за дедушку, что произошло в 1795 или 1796 году. Мы могли отдаваться сатей беседам на религиозные темы, без того, чтобы наталкиваться на какие-либо догматические разногласия. И вот как-то решено было, что по воскресеньям мы будем вместе ходить в церковь. Причем, однако, произошел некий своеобразный уклон, который мне сейчас трудно объяснить. Вместо того, чтобы мне заманить Атю в мою церковь святого Станислава или святой Екатерины, или вместо того, чтобы мне последовать за ней в ее церковь, ближайшей лютеранской была бы церковь святого Петра и Павла на Невском, мы выбрали для наших воскресных посещений Божьего храма реформатскую церковь, лежавшую на морской, при выходе ее к мойке. Костел святого Станислава построен в 1823-25 годах на пересечении Торговой, ныне улица Союза Печатников, и Мастерской улиц по проекту архитектора Висконти 1772-1838. Костел Святой Екатерины в 1783 году на Невском проспекте 32-34 по проекту Вален де ла Мота 1729-1800 годы. Церковь Петра и Павла на Невском, Евангелическая Лютеранская Церковь Святого Петра, Невский проспект 22-24, сооружена в 1832-38 годах по проекту Брюллова 1798-1877. Реформатская Церковь на Морской при выходе ее к Мойке. Церковь была построена в середине XIX века архитекторами Бонштеттом 1822-1885 и Рахау 1830-1850. Ныне здание церкви перестроено. Причина такого выбора заключалась во всяком случае не в том, что эта церковь находилась в двух шагах от дома Ати и очень недалеко от моего. Скорее всего, нам нравилась ее внешность, напоминавшая нашему незрелому вкусу те изображения романских церквей кирпичного стиля, которыми мы любовались в книгах. Не забудем и того, что нам было 16-17 лет, иначе говоря, что мы были сущими ребятами, а известно, что детей манит всякая новизна, все небывалое. Необычайность мы в реформатской церкви и нашли. Тут оказалось много такого, что нас очень заинтересовало и что даже нас первое время пленило. Нравилось уже то, что, поднявшись во второй этаж и вступая в лишенное всяких украшений, картин и образов, высокое, голое и светлое зало, надлежало мужчинам идти к скамьям направо, а женщинам налево. Причем каждый приходящий получал почистенько переплетенные в черную клеенку книжки, псалтырю. При выходе она снова отдавалась кистеру. Кистер причетник На первых порах нам нравилось и то, что вся служба была сведена к самым простым формам. В чем нам чудилась простота первых веков христианства? К проповеди, к двум-трем молитвам, к пению псалмов, всей общиной под внушительные звуки превосходного органа, а при выходе прихожан из церкви раздавались либо чудесный прилюд Баха, либо какая-нибудь его фуга, которые так чудесно звучали под пальцами знаменитого в Петербурге виртуоза Томилиуса. В той реформатской церкви давались во время поста превосходные концерты духовной музыки. Там мы слышали в образцовом исполнении «Страсти по Матфею» и «Страсти по Иоанну». Менее всего нам зато нравилось как раз самое главное, то есть проповедь, хоть и держал ее славившийся своим красноречием пастор Дальтон, необычайно живой, крепкий и энергичный человек. Подчас было даже мучительно выдерживать такую речь, произносимую каким-то странным, сдавленным и все же зычным голосом при большой затрате мимики и даже пантомимы. Для особой выразительности Дальтон метался как безумный, на своей тесной, высоко поднятой над всеми кафедре, высоко вздирал руки, облаченные в широкие рукава черный ряс, отшатывался от барьера и снова припадал ничком к нему. То он неистово рычал, а то, напротив, речь потухала до еле слышного шепота. И не жалел себя пастор, когда из всей мочи принимался колотить себя в грудь, и эти удары гулко раздавались на весь храм. Многое было просто смешно и напоминало мне Федю Лудвика на Кушелевке. Что же касается досодержания этих проповедей Дальтона, то надо им отдать справедливость, что они были всегда прекрасно построены и вообще могли служить образцами богословской учености, причем они были начинены остроумными, меткими сравнениями и уместными цитатами из различных областей. Дальтон несомненно хорошо знал человеческую душу и в частности специфическую душу своих прихожан, почти исключительно людей очень зажиточных, а то и богатейших, приезжавших с далекого Васильевского острова на своих лошадях. Перед церковным подъездом на набережной Мойке получался целый лагерь карет и открытых саней. К их кошельку он часто и обращался с особой настойчивостью, стараясь возбудить в них жалость ко всем тем, о ком уже заботились разные зависевшие от церкви богоугодные учреждения. Наша усердие в посещении реформатской кирхи продлилось всю зиму 1886-87 годов. Целых восемь месяцев мы не пропускали ни одного воскресенья, ни одной проповеди. Однако, в конце концов, это нам стало в тягость и когда я как-то предложил Ате пойти вместо реформатской церкви в лютеранскую святого Петра и Павла, то она согласилась с радостью. Для меня же это означало какое-то своеобразное возвращение к той красоте и к той поэзии, в которых я так нуждался и которые я находил в католических церквах. О, как мне понравилась та изящная архитектура, которая была создана Александром Брюловым в тридцатых годах, что так отличалась от голых аскетических стен реформатской молельни. Какая это затейливая и сколь оригинальная постройка, в которой круглые своды покоятся на тоненьких высоких колонках. Сколько во всем воздуха, какие эффекты перспективы и рефлексов. Как приятно было, что вместо кафедры с черным метущимся дальтоном на ней его физиономия с короткими бачками более напоминала нотариуса, нежели священнослужителя. Здесь я снова увидал высокий алтарь, крест, ряд высоких зажженных свечей, прекрасную картину распятия работы Карла Брюлова и священников, исполняющих традиционные обряды. Распятие Карла Брюлова ныне в Государственном Русском Музее. Не мог я оторвать глаз и от двух витражей, украшавших ближайшие ко входу нижние окна. На них с потрясающей мощью были представлены евангелисты. В те дни я был еще настолько несведущ, что не узнал в них копии со знаменитейших картин Дюрера. Их яркие краски принимались ослепительно гореть, когда их пронизывали солнечные лучи, и все же они оставались глубоко серьезными картинами, не содержащими в себе ничего суетно-нарядного. Меня эти сиявшие образа притягивали настолько, что я даже переставал следить за тем, что говорилось в проповеди. Пасторов было, если я не ошибаюсь, три, и они поочередно произносили свои, иногда очень искусные проповеди. Но один нас особенно трогал. Наружность его была довольно своеобразная, особенно мертвенная бледность его бритого лица, окаймленного курчавой седой бородой, придававшая ему неожиданное сходство с теми морскими волками, которые любили в XIX веке изображать английские и голландские художники. Говорил же пастор Ферман плачущим, жалобным голосом, как-то даже мямля и растягивая слова. Все это не мешало ему быть любимым и почитаемым своей многолюдной паствой священником. Увы, должен закончить эту главу признанием, что летом наше посещение и этой церкви стали все более редкими, а с осени мы уж и вовсе не возобновили своего усердия. Очень трудно объяснить, почему это так получилось. И вообще, я не в силах найти какие-либо действительные обоснования тем постоянным колебаниям в нашей религиозности, которыми отличается все наше дальнейшее существование. Одно могу засвидетельствовать, ни я, ни Атя при этом не впали в безбожие и сохранили в отношении к таковому глубокое омерзение. Глава третья Моё художество Во время наших почти ежедневных свиданий в доме родителей Ати мы не ограничивались музыкой, чтением и беседами на всевозможные темы, но я туда же перенес в значительной степени и свои художественные занятия. Моё художество за период моих отроческих лет приблизительно с 1883 по 1886 год было запущено. В выражении отроческих лет содержится намёк на название романа немецкого писателя Жана Поля псевдоним Рихтера 1763 1825 написанного в 1804 5 годах. Теперь благодаря нашему роману оно как-то снова воспрянуло и ожило. Состояние влюблённости само по себе вызывает творческое возбуждение, является стремлением отличиться перед возлюбленной. Влюблённость более мужественных натур толкает их на воинские или на спортивные подвиги. Моей же насквозь миролюбивой натуре всё насильственное претило. Зато к моим услугам был мой изобразительный дар. В то же время живейший интерес, который проявляла Атя к моим успехам, являлся для меня самым значительным поощрением. Дома я бывал часто обескуражен разными критическими или скептическими замечаниями братьев. Раздражало меня и их понукание, ты бы, Шура, больше рисовал с натуры. Надо с натуры рисовать, чтоб делать успехи, чтоб научиться рисовать. Мне, недавнему вундеркинду, в детстве теми же близкими захваленному, мне, привыкшему своими рисунками вызывать восторг, было прямо оскорбительно слушать теперь такие речи. Быть низведенным на степень какого-то начинающего школьника? По-своему братья были безусловно правы, но их психологический подход был неверен и вызывал чувства и решения как раз обратные тем, которые представлялись им желательными. Атя же, глядевшая на мои опыты влюбленными глазами, относилась к ним не только снисходительно, но приходила от них и даже от малейшего пустяка в восторг, и это, естественно, возбуждало мое рвение. Но я и теперь сторонился натуры, а происходило это от того, что при работе с натурой я натыкался на технические трудности, казавшиеся мне непреодолимыми. С другой стороны, дома я видел вокруг себя слишком совершенные образцы в работах отца и братьев. Напротив, у киндов искусство, кроме музыки, не было чем-то домашним, обыденным, и там мое художество, лишенное непосредственных сравнений, производило более выгодные впечатления, да и мне самому оно лучше нравилось. При моей театромании было естественно, что почти все мои художественные опыты тех лет были посвящены театру. Пробовал я свои силы и в книжной иллюстрации. Так в конце восьмидесятых годов я сделал серию акварелей, изображающих главных действующих лиц романа Вальтер Скотта Айвенго, после чего я занялся иллюстрацией акварелями романа того же автора Квентин Дорвард. Однако закончил я всего две композиции из этой серии. Одна из них была довольно удачна. Как раз однажды за вечерним чаепитием Григорович стал в самых пламенных выражениях превозносить искусство великих театральных декораторов прошлого Бибиены, Сервандони и в заключение произнес запавшую мне в душу фразу «Вот Шура должен был бы сделаться декоратором, пойти по стопам этих изумительных художников-волшебников». Папа поддержал приятеля, да и сам он не раз при мне с восторгом вспоминал о театральных спектаклях своей молодости и как раз о произведениях обоих Гонзаго отца и сына, а также чудесных декораторов Каноппи и Корсини. Три великолепных рисунка того Бибиены, который работал при дворе Елизавета Петровны, доставшиеся от деда Кавоса, хранились у отца в папках, а у меня в комнате висела копия с прекрасной макетки Корсини, изображающей внутренность грандиозного мавзолея. Впоследствии эти рисунки папочка подарил мне. Они были вставлены в рамы и служили украшением нашей столовой. Их чрезмерно большой формат не позволил мне их взять с собой в эмиграцию. Один из этих эскизов я воспроизвел в моей истории живописи. В книге «История живописи всех времен и народов», том 3, Санкт-Петербург, 1912 год, страница 481, Александр Николаевич Бенуа предположительно приписал воспроизведенный эскиз Карло Бибиене, 1728 умер после 1778 года. Папочка сам неоднократно пробовал свои силы в декорации. У меня сохранилась очаровательная его акварель, являющаяся проектом для переднего занавеса того театра в Академии художеств, который был устроен в дни президентства князя Гагарина. Да в сущности театральной декорацией является и тот его архитектурный синтез, акварель очень большого формата, что хранится в Русском музее в Петербурге. На меня лично сильнейшие впечатления произвели некоторые декорации Мейнингенцев и те сценические картины Миланца Цукарелли, которые придавали столько прелести спектаклем оперы Рубинштейна Нерон 1884 и оперы Панкиелли Джоконда 1883 год. Это было тогда тем идеалом, к которому я стремился, но который казался мне недостижимым. Первой попыткой создать нечто более серьезное, нежели прежние мои чисто ребяческие опыты, которые я делал для своих кукольных представлений. Была серия рисунков, исполненных карандашом на полулистах ватманской бумаги, в которых я пытался по памяти воспроизвести постановку Шиллеровской Марии Стюарт у Мейнингенцев. Эту серию я смастерил уже во время нашего романа, и она встретила живейшее одобрение Ати. Я поднес ее папе в день его рождения 1 июля 1887 года, следовательно, через два года после приезда Мейнингенцев. Добрый папочка, большее из поощрения и едва ли по убеждению похвалил мою работу, первую после долгого перерыва, и положил ее в свою отборную папку. На самом же деле это были очень наивные и довольно беспомощные композиции, далекие от тех образцов, которые меня вдохновили. Вычурный трехэтажный камин, что служил главным украшением комнаты, в которой томилась шотландская королева, должен был бы вызвать в папе в этом глубоком знатоке готики смех, однако он из деликатности этого не показал. Тогда же я задался планом вслед за этой серией увековечить и другие мейнингенские постановки. Но хватило у меня энергии только для пяти картин Пикколомини, для единственной декорации лагеря Валенштейна и для последнего действия смерти Валенштейна. Работа над ними растянулась на два года. Как и первая серия, эти мои свободные реминисценции мейнингенских постановок подносились папе то на его рождение, то на именины. Для собственной утехи я еще сделал вырезанную макету главной декорации страшной привиденческой трагедии Гриль Парцера про матерь. Более трудной и значительной затеей было представить у себя дома при помощи кукол нашу любимую дочь фараона, к чему я стал готовиться с осени 1886 года и что было закончено и осуществлено в феврале 1887 года. Не странно ли, что семнадцатилетний юноша, развитой не по годам, довольно начитанный, считавший себя женихом мог заняться такой ребяческой затеей. Может показаться странным и то, что я вздумал в драматической форме представить на сцене кукольного театра то, что нас пленило в балете. Но мне уже очень хотелось испробовать свои силы в сложной и роскошной постановке. Выбрал же я именно дочь фараона, во-первых, потому, что благодаря Цукки этот балет совсем завладел нашими думами, а во-вторых, потому, что еще раньше, благодаря Аиде и прочтению романа Готье, я воспылал особенным восторгом к древнему Египту. Имеется в виду роман Мумери 1858 год Теофиля Готье, послуживший отправной точкой для либретто балета дочь фараона, впервые поставленного еще в 1862 году на музыку Цезаря Пуни и в декорациях Роллера и Вагнера. Из романа Готье, посвященного временам легендарного Моисея и исхода евреев из Египта, либретисты Петипа и Сен-Жорж использовали только отдельные мотивы пролога англичанин, попадающий в древнюю пирамиду. Все же остальные линии сюжета были прочерчены в соответствии с обычными экзотико-фантастическими канонами романтического балета, с ожившими мумиями, подводными царствами Нила и апофеозом с участием богов Осириса и Исиды. И отнесся я к задаче вовсе нелегкомысленно. Я перечел несколько серьезных книг по истории древнего Египта и делал выписки и зарисовки из тех, которые я не мог приобрести. Кроме того, я побывал раз десять в египетском отделе Эрмитажа. В конце концов, мне показалось, что я могу считать себя чем-то вроде знатока египетской культуры. На самом деле все это, разумеется, оставалось сущим дилетантизмом. Я бы тогда едва ли сумел отличить памятник первых династий от памятников эпохи Птолемеев, но и этих моих занятий было достаточно для того, чтобы создать нечто такое, от чего и я сам, и мои друзья пришли в восторг. Скептически отнесся к моему труду один лишь дядя Миша Кавоз. Он даже не досидел до конца спектакля, длившегося более двух часов, что я счел за жестокую обиду. Текст мы состряпали вместе с Володей, тогда еще продолжавшим быть моим душевным другом, но, не владея вовсе стихосложением, я притянул к работе и старшего из братьев Фену, с которым я сошелся за минувшее лето. В 1886 году Альбер изменил когда-то им открытому Бобыльску и несколько лет подряд снимал большую дачу в поселке, именуемом Ароненбаумская колония и расположенном по гребню возвышенности, тянущейся вдоль всего южного берега Финского залива и находящимся на полдороге от Петергофа до Ароненбаума. Одним боком эта колония прикасается к Лехтенбергскому парку, другим к Мордвиновскому парку, переходящему в южной своей части в лес. Обслуживал дачников полустанок Лехтенбергская площадка. От колонии до берега моря шла по окраине Мордвиновского парка широкая тенистая аллея. Вправо от нее в парке же была расположена та дача, которую когда-то снимали Панаевы и куда Григорович завез однажды Александра Дюма Перра. На даче, снимаемой Альбером у немецких обрусевших колонистов, часто и подолгу гостили и Володя, и Петя, и даже Атя. Хозяйкой дачи по-прежнему считалась их сестра Маша, хотя разлад между ею и Альбером, принял теперь совершенно явные формы. По соседству жили сестры Лохвицкие, прелестные барышни, которые обе занимались литературой и которые обе впоследствии прославились, старшая Мирра как поэтесса, младшая Надя как автор прелестных комических рассказов под псевдонимом Теффи. Кроме того, соседями Альбера были помянутые семейства известного книгопродавца обрусевшего француза Фену, владелец игрушечных лавок Дойников, семейства архитектора Жибер, какие-то Каховские и еще кто-то. Все эти дачники перезнакомились между собой и подружились. В Араньянбаумской колонии жилось тогда очень весело. Жене Фену было поручено составить молитву Аллаху, которую произносит начальник каравана, расположившегося у подошвы пирамиды. Справился он с задачей блестяще. Кроме меня, Володи и моего племянника Жене, ему было всего 12 лет, но я мог ему поручить разные второстепенные живописные работы, участвовали в постановке милейший, но еще более ребячливы, нежели мы, Коля Черемисинов, моя сестра Катя, Соня и Атя Кинт. Катя и Атя были заняты обшиванием кукол по моим рисункам, и у них получались очаровательные костюмные фигурки. Особенно запомнился гений пирамиды, весь сверкавший золотом и серебром. Чтобы опростать залу для зрителей, рояль, физгармонию и часть мебели вынесли в соседнюю зеленую комнату. Партию физгармонии согласилась держать Атя, рояля Соня. В сущности, вся музыка была заимствована из клавира Пуни, автора музыки дочери фараона. Она грубовата, но местами не лишена прелести. К сожалению, музыка прерывалась по неволе, когда начинался разговор. Зато на эти минуты Атя освобождалась от своей оркестровой партии и, к моей радости, присоединялась к нам, водителем кукол. Самый театр вырос в довольно внушительные сооружения, под которые ушла вся половина гостиной, прилегающая к окнам. До самого потолка возвышалась стенка портала, представлявшая собой подобие тех пилон, которые служили преддверием египетских храмов. Эта стена была сплошь покрыта моими рисунками, подражавшими египетским врезанным барельефом и представлявшими историю создания нашей постановки. При этом все персонажи, иначе говоря, все мы, были представлены в виде древних египтян. Особенное удовольствие доставило мне то, что я мог изобразить то тут, то там мою возлюбленную. В одном месте она обсуждала со мной план работы, в другом была занята куклами, в третьем несла их мне на утверждение и так далее. Эти изображения тянулись рядами и были выдержаны в строгой стилизации. Система освещения сцены состояла из маленьких керосиновых ламп с рефлекторами по одной в каждой кулисе. Когда надлежало представить ночь или вечер, то свет заслонялся экранчиками из цветного желатина красного и синего, и тогда требуемая иллюзия получалась полностью. Коптили эти лампочки бессовестно, но такой дефект был в те времена чем-то до того обыкновенным, что на него не обращалось большого внимания. Более серьезной представлялась опасность пожара, ведь мы манипулировали своими в легкие материи одетыми персонажами и своими бумажными декорациями, стоя на довольно высоком помосте, так что наши ноги касались закулисных ламп. Одного неловкого движения было бы достаточно, чтобы опрокинуть такую лампу и поджечь не только сцену, но и нас самих, да и весь дом. Но бог милостив, и ничего такого не случилось. Одна только бедная моя мамочка, склонная вообще к тому, чтобы видеть всюду какие-то опасности, переживала во время спектакля и во время репетиции немалую тревогу и весь ее вид выражал то самым явным образом. Спектакль сошел блестяще. Так, по крайней мере, всем нам участникам казалось. Но для меня это был праздник вдвойне. Во-первых, я целыми днями находился в обществе Ати, у нас, у себя дома, тогда как в иное время не было возможности ее к нам затащить, ей все казалось, что наши косо на нее смотрят. А затем я действительно был горд и доволен своей работой, что я с ней справился, что довел ее до конца. Глядя в центральное отверстие портала, в котором умещалась миниатюрная сцена, мне казалось, что я действительно вижу безграничную пустыню под звездным небом, или даже угрюмую внутренность пирамиды, или выжженные солнцем песчаные холмы, среди которых происходят охоты царской дочери на львов. Особенно же удались многоколонные чертоги фараонного дворца. Благодаря советам папы, я лучше усвоил себе тогда главнейшие законы перспективы и применял их здесь с каким-то упоением. Не знаю, как бы я оценил эту работу теперь. Во время одного из наших переездов с квартиры на квартиру вся папка с декорациями дочери фараона пропала, но тогда я сам себе удивлялся. До того, как мне казалось, удалось передать и колоссальность архитектуры, и аппетитную сочность лотоса подобных капителей, и грозную монументальность извояния богов и царей. Особенно запомнилась мне из всей этой затеи ночь перед генеральной репетицией, когда два моих главных помощника, Волоте Кинт и Коля Черемисинов, изнемогая от усталости, остались у нас ночевать и расположились, не раздеваясь, один на диване, другой на кушетке в гостиной. А я доставил себе поистине царское удовольствие ставить одну декорацию за другой, налаживать нужное освещение и затем любоваться в одиночестве каждой картиной, вживаться в нее, совершенно в нее уходить. Как раз в те дни было много толков об эстетических причудах короля Людвига II Баварского и в частности о тех спектаклях, которыми он наслаждался в качестве единственного зрителя. Людвиг II Баварский 1845-1886 восторженный поклонник и покровитель Вагнера уже современниками был наречен королем романтиком, королем артистом. Он с юности был одержим устройством импровизированных спектаклей, притворявших его фантазии, в которых главным для него было общее состояние пышной театральности. Позже увлечение постановкой феерий и живых картин сменило потребность в уединении и организации сепаратного театра для себя одного. Смотрите Александрова, Людвиг II Король Баварский к истории жизни и творчества Рихарда Вагнера Санкт-Петербург 1915 год Никогда впоследствии при создании вещей куда более значительных я не упивался так своим творением, как в ту ночь под тихое похрапывание моих друзей. О, счастливое время самонадеянной самовлюбленной юности! Успех моей дочери фараона в феврале 1887 года утвердил мое намерение посвятить себя театру. С осени я решил, не покидая гимназии, поступить вольно приходящим в Академию художеств, где в то время еще существовал специальный класс театральной живописи. Особенно сложных формальностей на это не потребовалось, надлежало лишь сдать приемный экзамен, заключавшийся в том, чтобы в два часа времени нарисовать гипсовую голову, а затем в полчаса повторить ее на память. Тут мне пригодились уроки милого Обера, которые он давал по системе Чистякова. Состояла же эта система из перенесения на бумагу как основных линий, так и всех деталей посредством непрестанных промеров. То и дело надо было вытягивать руку с карандашом вперед и отсчитывать, сколько раз такая-то часть содержится в какой-либо другой, принятой за основную. Эта система, основанная на чем-то совершенно механическом и лишенная всякого осознания, в сущности плохая, не художественная система. Но мне никогда до этого не учившемуся и никакой дисциплине не подчинявшемуся, она все же что-то дала. Ее я, во всяком случае, с успехом применил на том вступительном в академию экзамене, и возможно, что именно благодаря ей мой рисунок оказался удовлетворительным. Александр Николаевич Бенуа дает здесь одностороннее представление о частяковской системе. На деле она предполагала целую совокупность приемов, способных научить изображать объем и пространство и передавать соотношение частей объема относительно друг друга. Чистяков посылал учеников в Эрмитаж посмотреть, как вставлен глазок у Веласкеса, или как привязана кисть у Риберы. Гробарь Игорь Валентин Александрович Серов Жизнь и творчество Москва 1914 год страница 54 Для установления таких соотношений ученикам и рекомендовались в частности те промеры с помощью вытянутой руки, о которых упоминает Бенуа. Однако основное значение в преподавании Чистякова принадлежало не столько системе, сколько его личному влиянию на учеников, самому воздействию его энтузиазма и накопленного опыта. Неслучайно Репин предпочитал не учить Серова по хорошо известной ему Чистяковской методе, но направить его к самому Чистякову. Надо было непосредственно заразиться у этого мастера его отношением к искусству как к священной действию, как к делу, требующему серьезнейших знаний. Выражая мнение целого поколения русских художников второй половины девятнадцатого начала двадцатого века, Репин назвал Чистякова нашим общим и единственным учителем. Бюст, который надлежало срисовать, был головой Сократа. И я в этом увидал добрый знак, так как переживал эпоху особого преклонения перед греческой культурой, а к Сократу и к его учению питал рот нежности. Другой совершенно посторонний факт, случившийся в ту же пору летом 1887 года, я был склонен считать за некий перст судьбы. В нашем доме освободилась в верхнем этаже угловая квартира. И вот только что тогда прибывший по приглашению театральной дирекции французский художник Левот возгорел желанием в ней поселиться. Когда я узнал, для чего приходил к папе этот пузатенький, краснорожий, ужасно картавивший и оглушительно громко говоривший иностранец, и когда я узнал, что родители мои не склонны сделать ему ту уступку на квартирной плате, на которой он настаивал, то я пристал к маме, чтобы эта уступка была сделана. Я уже про себя решил, что живя с господином Левотом под одной крышей, я смогу сделаться его завсегдатаем, а то и помощником, что я получу от него ценнейшее наставление, секреты, в которые меня не смогли бы посвятить академические профессора Бочаров, превосходный пейзажист, и Шишков, специалист по архитектуре и по стилям. На самом деле и тот, и другой были, как оказалось впоследствии, и талантливее, и тоньше Левот, но то были необычайно скромные, даже застенчивые люди, державшие себя скорее на манер каких-то ремесленников, трепетавших перед начальством. Напротив, мсье Левот всем своим развязанным стилем, как бы доказывал, что он сам себе закон, что своим искусством он владеет как никто, и что никаких соперников он не боится. Родители вняли моим убеждением и уступили Левот. Цепкий француз в течение этих переговоров несколько раз бывал у нас, и папа должен был вооружаться всем своим терпением, чтобы переносить его бестактность, бесцеремонное приставание. Надо признать, что эта квартира в пять комнат с видом на Никольский собор, вся залитая солнцем, с круглой комнатой на углу, была исключительно прелестна. Наконец, в день, когда Левот явился подписать контракт, мама все, чтобы доставить мне удовольствие, оставила его у нас обедать, да и не его одного, но и сопровождавшего его в качестве толмача, молодого человека, оказавшегося начинающим художником, итальянцем Орестом Аллегри. Таким образом произошло мое знакомство с Аллегри, ставшим впоследствии нашим верным сотрудником, исполнителем по нашим эскизам, моим и Бакста, декораций, способствовавших в такой исключительной степени успеху наших парижских спектаклей. Аллегри, который был сыном даровитого капельмейстера и когда-то славившийся своей красотой балетной танцовщицы, оказался в Северной Пальмире по прихоти судьбы, потеряв отца где-то в славянских странах и принужденный зарабатывать свой хлеб в совершенно чужой стране. В момент моего знакомства с ним ему было уже за 20 лет и он уже успел научиться довольно бойко и почти без акцента говорить по-русски. Левот приблизил его к себе в качестве переводчика, однако Орест Карлович обнаружил сразу такую даровитость, что вскоре он преуспел в трудном декораторском мастерстве и сделался главным сотрудником Левота, а затем и самостоятельным художником, исполнившим для петербургских театров очень много превосходно писанных и отличавшихся большой иллюзорностью декораций. Скончался он глубоким стариком в Париже в марте 1954 года. Левот и без того уже возбужденный своей удачей так за этим импровизированным обедом приналек на наш действительно упоительный Сент-Эмильон, что красная его круглая физиономия, украшенная густыми белыми усами и бровями, стала малиновой, а его бесцеремонность парижской знаменитости — все иностранцы, попадавшие тогда в Петербург, считались знаменитыми, перешел все границы. Он принялся рассказывать прямами скабрезные анекдоты. То и дело вскакивал со своего места, чтобы, перебежав на другую сторону стола, обнять папочку, а к концу обеда он даже спел осиплым голосом какую-то дурацкую застольную песню. Вся эта хамоватость была вовсе не по вкусу моим родителям, но контракт был уже подписан. В этом контракте была сделана еще одна уступка домогательством Левота. Квартира была переименована из номера 13 в номер 12. Через несколько дней состоялось вселение Левота. И я на следующее же утро посетил его, познакомился с мадам Левот, статной и довольно красивой дамы, и увидал расставленные по комнатам только что прибывшие с вокзала ящики, частью вскрытые и наполовину опростанные. Содержимое их лежало тут же на полу, на стульях, на столах. То были книги всяких форматов и несколько огромных архитектурных фолиантов. Левот привез с собой целую библиотеку документов. И на радостях тут же подарил мне перепечаток какого-то старинного архитектурного сборника, в чем я не приминул увидать то, что мои надежды и расчеты на Левота сбываются. Лавируя между ящиками, заглядывая то в одну, то в другую из этих книг, мне казалось, что все эти сокровища теперь, да и сам Левот, поступили в мое распоряжение. На самый его дурной тон я решил не обращать внимания и счесть его за потешную оригинальность или за нечто, в чем особенно ярко выразились навыки Парижа, этого бесподобного, веселейшего, остроумневшего города, в котором весь тон должен был походить на охлестко бравую манеру героев Александра Дюма-Пера, продолжавшего быть моим излюбленным писателем. Увы, мои иллюзии касательно Левота длились недолго, а именно до тех пор, пока я не увидал его работ. Таковые же предстали передо мной очень скоро в виде кропотливо острым карандашом нарисованных и ножичком ажурно вырезанных макеток его парижских постановок, каких-то опер и феерий. Как игрушки, то были довольно миленькие вещицы, но педантичная их сухость, отсутствие красок и светотени и, что хуже всего, полное игнорирование Левотом какой-либо характерности, не говоря уже о поэтичности, все это подействовало на меня удручающим образом. На своем веку я уже видел сценические картины куда более художественные и пленительные. Не говоря уже о шедеврах Цукарелли, даже выцветшие от времени, доживавшие свой век, но все еще гениальные композиции наших старинных мастеров Роллера и Вагнера, да и некоторые декорации Бочарова и Шишкова были и эффектнее, и благороднее, и поэтичнее. Дальнейший же шаг в разочарование Левотом был сделан тогда, когда я побывал у него в той огромной казенной мастерской, которая была только что тогда пристроена сбоку Мариинского театра и которая была целиком предоставлена ему. Первой заказанной работой Левота была декорация к балету «Гарлемский тюльпан». Над ним я и застал как самого метро, так и полдюжину прикомандированных к нему помощников, среди которых был и Аллегри. Боже! До чего то, что было разложено на полу, показалось мне тусклым и бесцветным, и просто жалким, посредственным. Деталей было сколько угодно. Всякий тюльпанчик на цветочных полях, каждый листочек на деревьях был тщательно выписан, но от этого общее не становилось более интересным. В стороне стояли вырезанные новые макетки, и они были не лучше тех парижских, которые я видел у Левота на дому. Несмотря на полное разочарование в Левоте, как в художнике, я все же еще некоторое время навещал его, но отныне только потому, что благодаря знакомству с ним я получал доступ в манивший меня закулисный мир. С Левотом я несколько раз спускался до самой сцены, но особенно заманчивый представлялась мне возможность прямо из его мастерской пройти на колосники, на те мостки, которые на головокружительной высоте огибают сцену и соединяются между собой посредством перекинутых с одной стороны на другую над самой бездной переходов. С этих колосников можно было следить за репетициями и за спектаклями. Каким очарованием окутывались долетавшие туда звуки оркестра и голосов, как забавно было видеть где-то далеко под ногами, как порхают газовые юбочки балерин, или еще как целая армия плотников машинистов ставят декорации, а бутафоры разносят свои картонные сокровища. И именно то, что сам я оставался в какой-то недосягаемости прибавляло волшебности, освобождало эту область закулисного мира от того, что было прозаичного, суетливого, раздражающего в нижних его сферах, где воздух был отравлен всякими странными запахами, где он как бы был насыщен недобрыми чувствами и пресловутыми театральными интригами. Да и то, что меня непосредственно окружало на этих верхах, эти экипы холщовых картин, рядышком висящих во мраке, ожидая момента, когда каждая картина будет спущена и освещена, все эти веревки и стропила, вся эта изнанка театра казались мне, как и всякому, кто впервые проникал в это царство, чем-то особенно романтичным и прямо-таки колдовским. Характер сказочности подчеркивался тем, что у замыкающего сцену Брандмауэра висели чудовищные фигуры. Огромный кит из конька горбунка, сам конек с сидящим на нем Иванушкой, Руслан, вцепившийся в бороду Черномора и еще многое другое. За разочарованием в Львоте последовало и разочарование в академическом учении. С каким священным трепетом вступал я в этот храм, в котором получили свое воспитание и мой отец, и двое из моих братьев, в котором всего год назад было торжественно отпраздновано пятидесятилетие художественной деятельности моего отца, мне казалось, что в академии все еще живет дух, которым питались Шибуев, Брюллов, Бруни. И до чего же мне стало скучно, когда я убедился, что это не так, что в этом прекрасном и величественном здании царит та же унылая, бездарная казенщина, от которой меня уже тошнило в моей первой гимназии. Я теперь понял, что имел в виду папа, когда он с сокрушенным видом покачивая головой отзывался о своих академических коллегах, о бывших своих самых близких друзьях, об индифферентности ко всему Кракау, о подхалимстве перед властью ректора Рязанова, о путанных интригах остальных, об их мелком тщеславии. И как раз эти папины друзья превратились теперь, после того, как я попал в их ведомство, в недосягаемое начальство в каких-то олимпийцев. В прямое прикосновение я пришел с какими-то чиновниками, канцеляристами, надзирателями, инспекторами, и все это были люди, которым, очевидно, не было никакого дела до искусства. Чуждым, к сожалению, оказалось искусство и моим товарищам. Эти молодые люди выбрали художественную карьеру, не имея ни малейшего понятия о художественных идеалах. Они о них вообще не думали, просто не нуждались в них. Среди них выделялся некий Фома Райлян, мальчик лет пятнадцати, которому нельзя было дать больше тринадцати. Он держал себя, как подобает гению, гордо, заносчиво, и за ним вечно тащился целый хвост его поклонников, с пиететом, прислушивавшихся к тому, что он вещал, то, сидя во время перерывов между занятиями на скамейке в коридоре, то в вонючей курилке, то в столовой. Меня он сначала заинтересовал, но, прислушавшись к этим его монологам, я удостоверился, что и его волновали не вопросы красоты и мастерства, а самые прозаические. Он с жаром громил заведовающих кухней за плохую стряпню, он жаловался на то, как скудно живется стипендиатом, как мало предоставлена свобода русскому художнику, подразумевая под свободой отнюдь не свободу фантазии, а нечто совершенно иное, политическое. Иногда Райлян переходил и к критике тех или иных художественных произведений, но то была сплошная фразеология, неразбериха и безнадежный провинциализм. Не лучше обстояло дело с самим учением. До декорационного класса, который главным образом я имел в виду, поступая в академию, я мог бы добраться только после долголетнего подготовительного искуса. Сначала мне казалось, что я этот искус одолею довольно скоро. Мне казалось, что стоит лишь слегка приналечь, и я уже через несколько недель перейду из головного класса в фигурный, а там недалеко и до натурного, после чего я смогу пользоваться наставлениями профессоров декорационного класса. Каждый месяц или каждые две недели, я сейчас забыл, ставилась новая голова, гипсовый бюст, слепок сантичного. Ее надлежало срисовать жирным итальянским карандашом на большом листе ватманской бумаги. Вследствие необходимости продолжать свои занятия в гимназии, в академию я являлся лишь на вечерние классы, когда колоссальной величины бюст был освещен газовой, во много рожков, лампой, распространявшей чудовищную жару в помещении и без того уже свыше меры на топленном. Стояла мучительная духота, соединявшаяся с отвратительным запахом, происходившим, вероятно, от малогигиенических бытовых условий, в которых протекало существование многих моих бедняков товарищей. Первое время я был так наэлектризован, что на все это не обращал внимания. Даже потерпев некоторый конфуз от получения за свои первые две головы — помнится, одна была Юпитера Ортиколи, вторая — Дианы, высоких номеров, приравнивавших меня к последним бездарностям, я еще не потерял бодрости. Номер первый, второй и так далее присваивались в Академии художеств самым лучшим работам. Поэтому, чем неудачнее был рисунок, тем более высокий номер он получал. Но когда и третья моя голова, на рисование которой я положил все свое умение, опять оказалась среди пятого десятка, то я приуныл, и приуныл главным образом потому, что не понимал, чем заслужить одобрение моих преподавателей. Преподавателей в этом головном классе было четверо, три старика и один молодой. Ни один из них не делал каких-либо замечаний, не давал советов. Двое — почтенный иконописец во вкусе нефа и поздних немецких назарейцев и гравер пожалостен. Просто молчали, глядя на мой рисунок. Третий же, медельер пожалостен, вносил в любой рисунок всегда одну и ту же поправку, прибавляя жирным нестираемым карандашом сантиметра три затылку, отчего Луциевер или Цицерон вдруг оказывались болящими водянкой. Нельзя с уверенностью сказать, кого из тогдашних академических профессоров под именем Нефа имеет в виду Александр Николаевич Бенуа. У этого профессора это была всем известная и совсем необъяснимая мания. Некоторые ученики нарочно вперед утрировали объем задней части головы и все же, пожалостен, прибавлял еще затылка и все в той же мере. Но и молодой, наиболее общительный новоскольцев, исторический живописец, надежа тогдашней академии, садясь проверить рисунок, только что-то, не выпуская дымящие сигары изо рта, мямлил, что-то про себя сверял и, не удостоив ни одного прямого замечания, переходил к соседнему академисту. Новоскольцев, 1853 года рождения, год смерти неизвестен. До поступления в академию один из любимых учеников Перова в свое время подавал надежды картиной последние минуты митрополита Филиппо, 1889 год, государственный русский музей, в который стремился к больше, чем у других академистов, одушевленности персонажей и к более сложной живописной разработке. окончательно был я деморализован, приняв участие в композиционном конкурсе. Этот конкурс задавался ежемесячно, а может быть раз в два месяца, и в нем мог принять участие любой академист, хотя бы и только что вступивший в вольно приходящий. В этой общей доступности испытания можно было усмотреть одну из немногих положительных сторон тогдашней академической системы. Задаваемая профессорской коллегией тема, всегда исторического характера, выписывалась на листке бумаги, который клался в витрину под ключом, а рядом был раскрыт известный костюмный увраж Готтенротта, на той таблице, на которой были изображены типы костюмов соответствовавшей эпохе. В 1885 году появился русский перевод Готтенротт история внешней культуры одежда домашняя утварь полевые и военные орудия народов древних и новых времен тома первой и второй Санкт-Петербург Москва перевод с немецкого клячко Витрина стояла среди довольно большой залы все стены которые были завешаны рисунками и акварелями заслужившими в разные времена одобрения академического ариапага рядом с эффектными а-ля Гюстав Дуре сепиями Семирадского висела еще совершенно строго классическая акварель Солнцева изображавшая какой-то эпизод из византийской истории и так далее занятно было разглядывать эту пеструю по духу краскам и приемам коллекцию мечтая о том что авось и моя композиция найдет себе здесь место среди этих пропера великих предшественников но моя композиция сданная на ноябрьский конкурс не только на этих стенах не повисла но я даже не сохранил ее у себя до того тяжело пережил я постигшие меня тогда новые посрамления задано было представить сцену из драмы Пушкина Моцарт и Сальери а именно тот момент когда знаменитый сановный но и завистливый итальянский маэстро подливает яд в бокал своего гениального молодого и беспечного соперника эта же тема была уже предложена на одном из предшествующих конкурсов и тогда в состязании принял участие юный Врубель в воспоминаниях руководителя академического хора тюменева содержится иная версия возникновения врубелевских рисунков на тему Моцарт и Сальери он записал в своем дневнике от 28 ноября 1883 года после инструментальной репетиции Черкасов по моей просьбе пригласил к себе врубеля на совещание по поводу нашего вечера который думаем дать на рождестве имеется в виду вечер учеников академии 6 января 1884 года решили прочесть между прочим Моцарта и Сальери с иллюстрациями на экране а в заключение с картиной Каульбаха смерть Моцарта и музыкой из реквиема Врубель обещал сделать иллюстрации в январе 1884 года врубель сообщал сестре я тебе писал об иллюстрациях для вечера академического для туманных картин они меня все праздники продержали за карандашом рисунок Сальери всыпает яд в бокал Моцарта был воспроизведен на литографированной программе вечера в настоящее время рисунки Сальери Моцарт и Сальери слушают игру слепого скрипача и Сальери всыпает яд в бокал Моцарта находятся в государственном русском музее смотрите Врубель переписка воспоминания о художнике Ленинград 1976 год страницы 45 и 311 я долго бился над тем как представить мне сцену как можно более естественно и убедительно много старания положил я и на то чтоб придать лицу убийцы смешанные выражения настороженности ужаса и чего-то вроде жалости когда у меня получилось нечто меня наконец удовлетворявшее папочка помог мне справиться со складками одежды с прическами то я понес не без горделивого чувства свое произведение в академию где издал ее сторожам на обязанности которых лежала развеска всех рисунков конкурса по залам архитектурного музея решение профессорского жюри я ожидал без особой тревоги до того я был уверен что получу если не первую то все же одну из первых отметок каков же был для меня удар когда на следующий день войдя вместе с другими академистами в помещение где были развешаны конкурсные работы я на силу отыскал свой рисунок и он оказался среди последних номеров рядом с самыми беспомощными опытами заведомых бездарностей увидев это я сразу повернулся к выходу и даже не потрудился взять с собой моего Моцарта вероятно сторожа употребили его с другими бумажными отбросами на растопку печей тут я усмотрел какую-то явную и даже намеренно нанесенную обиду нечто вроде интриги и не только я так взглянул но взглянул так и папочка всегда такой благонамеренный но только понятно целились обидчики не в меня лично я мелкая сошка не мог их интересовать а целились в моего отца у которого в этот период сильно натянулись отношения с академическими его коллегами главной же причиной такой размолвки было то что папа не скрывал своего отрицательного отношения к постройке на месте цареубийства 1 марта 1881 года грандиозного храма и не только к действительно безобразному проекту архитектора Парланда но и к введению всего дела этой постройки вообще ходили тогда самые неблаговидные слухи будто обнаружены чудовищные растраты и будто эти растраты производятся доверенным лицом великого князя Владимира конференц секретарем Исеевым и при попустительстве самого великого князя именно Исеева папа особенно недолюбливал и тот платил ему тем же вся эта история кончилась затем весьма печально и скандально Александр Третий потребовал чтобы было произведено судебное расследование и это расследование привело к раскрытию неоспоримых хищений для великого князя дело закончилось бурным объяснением с братом самодержцем но Исеев был приговорен к лишению всех прав и лишь заступничество великого князя спасло его от Сибири этого Исеева олицетворявшего собой самое беззастенчивое чванство я через несколько лет встретил как-то на улице одетого в поношенное пальто жалкого приниженного он как раз был тогда до срока выпущен из заточения и ошельмованный разоренный влачил жалкое существование когда-то весь увешанный орденами с красной кавалерией через плечо он делал вид что не замечает меня теперь же он сам подошел и сняв шляпу с заискивающим видом попросил меня передать Николаю Леонтьевичу свое нижайшее почтение я так опешил что не нашелся что ему ответить прежде чем расстаться с моими воспоминаниями об академии художеств в которую после случая с композиционным конкурсом я уже не возвращался мне хочется сказать два слова о тогдашнем ректоре Шамшине персоне не менее характерной для упадочной дореформенной академии нежели сонный олимпиец Рязанов нежели засохший кракау или абсолютно чуждый искусству ею фактически заправлявший Исеев с виду Шамшин был очень декоративен необычайно высокий до странности тощий с благородно бледным лицом украшенным белоснежными усами он являл особенно рядом с хамоватой внешностью Исеева прямо таки аристократический вид но этому внешнему впечатлению не соответствовало внутреннее содержание добрался он до своего высокого положения не обладая и тенью таланта а исключительно благодаря молчалинским приемам где нужно низкопоклонству где нужно лести а где нужно то и коварству таково по крайней мере было общее мнение о Шамшине и учеников и готовых художников в классах ректор появлялся редко заглянет постоит на пороге точно опасаясь какого-либо враждебного выступления тусклым взглядом обведет скамьи рисующих что-то промямлет и как призрак исчезнет и так я покинул академию но я и вообще с этого момента стал охладевать к мысли стать художником однако именно тогда же я увлекся мыслью создать целый спектакль в котором я был бы и автором пьесы либретто и музыкантом композитором и художником декоратором и постановщиком режиссером сюжетом этого целиком моего балета я выбрал сказку из любимого Атинова сборника хоровод эльфов ожерелье русалки сюжет походил на Ундину Ламот-Фуке вдохновившую моего любимого Гоффмана и на русалочку Андерсена Ундина 1811 год немецкого поэта Фридриха де Ламот-Фуке 1777-1843 сказка о русалке которую любовь превращает в живую девушку известная в России по стихотворному переводу Жуковского послужила сюжетом для первой немецкой романтической оперы созданной Гоффманом в 1812-14 годах и поставленной Берлинским оперным театром в 1816 году Этим же сюжетом воспользовался в наши дни Жеруду пьеса, которая ушла с большим успехом на сцене театра Жуве в музыке мне хотелось угнаться за Делибом но на самом деле то, что у меня вылилось походило более на Пуни или Минкуса впрочем два-три номера не только привели в восторг Атю и Володю но даже заслужили одобрение самого строжайшего Карла Ивановича да и мне до сих пор кажется что они были не так плохи Особенно нравились подводные вариации самой Никсы и большой для кардебалета вальс Напротив совсем мне не удавалось сложная драматическая сцена когда выступавшая из озера вода затопляет замок Тут музыка должна была дойти бы до потрясающей силы а у меня получалось что-то тусклое и однообразное состоявшее из одних бесформенных переливов и совсем незначительных аккордов ведь я не обладал ни в малейшей степени какими-либо теоретическими знаниями да и не желал их приобрести вероятно смутно в глубине сознавая что это будет ни к чему что мой талант не столь уж значителен чтоб стоило им заниматься когда же в 1889 году я оценил Вагнера а в 1890 году стал упиваться музыкой Чайковского и Бородина перебаламутившей всю мою душу то я бесповоротно забраковал себя как композитора и если все же не проходило дня чтобы я не садился за рояль то это было скорее удовлетворением какой-то почти физической потребности извлекать звуки возникавшие и тут же забывавшиеся глава 4 Разлад сатий семейство Фену первая часть нашего романа в общем прошла наподобие идиллии в современных костюмах и в современной обстановке мы все же напоминали собой героев романа Лонга за исключением впрочем эпизода с изменой Дафниса это не значит однако чтоб наша идиллия протекала совершенно безмятежно и без небольших столкновений но то были столкновения ссоры быстро проходившие и забывавшиеся наиболее мучительную из этих драм мы пережили летом 1888 года причина же была все та же попытка сестер Ати нас разъединить моя возлюбленная всегда энергично отстаивала свою независимость но все же от 18-летней девушки нельзя было ожидать неколебимой стойкости особенно после того как к осаждавшим ее сестрам присоединилась и ее мать опасавшаяся что здесь может повториться печальная история Альбера и Маши вот Атя иногда и уступала их убеждениям со мной порвать однажды это и привело к чему-то вроде действительного разрыва Маше и Соне удалось убедить Атю и она дала себя просто-напросто увезти в Петергоф на дачу точнее на дачу Альбера который в тот год официально еще считался супругом Марии Карловны узнав о таком бегстве Ате я впал в совершенное отчаяние проще было бы тотчас же отправиться в Петергоф явиться в дом брата и там добиться объяснения с той которая обещала быть на веки моей храбрости на такой поступок у меня хватило бы но я был слишком удручен коварством моей возлюбленной тем что она от меня скрыла в данном случае самые происки сестер ведь очевидно что на это ушло несколько дней а между тем при ежедневных наших встречах она об этих интригах даже не заикнулась в отчаянии я решил покончить с собой и выбрал для этого тот же способ которому я прибегнул в 1884 году когда из письма сестры Кате я узнал что Липа выходит замуж я решил себя уморить голодом способ этот однако имеет один существенный недостаток он длителен и то что в первый день переносишь сравнительно легко то на второй день с каждым часом становится менее выносимым особенно мучила жажда тем более что стояла убийственная жара настоящим терзанием было утром и вечером выплевывать в воду при полоскании рта на третий день я настолько уж ослабел что еле плел ноги в висках стучало и появилось головокружение тут мамочка не на шутку встревожилась и решила принять какие-то меры по собственной инициативе она послала за Володей в надежде что близкий друг сумеет как-либо утешить и образумить и что же один вид этого всегда розового бодрого веселого юноши оказал сразу на меня освежающее действие часа два он убеждал меня и наконец убедил сразу же мы поехали на Балтийский вокзал а через час мы уже ехали от станции Старого Петергофа в сторону Орониенбаумской колонии но на дачу к врагам я отказался идти а послал туда своего представителя для переговоров сам же отправился по аллее Мордвиновского парка к берегу моря к условленному месту у будки служившей раздевальной для купающихся тут я растянулся я еле держался на ногах прямо на песке и стал ждать но в это время я уже был уверен что все устроится и всякая тревога во мне исчезла зная золотое сердце Ати я не сомневался что миссия Володи увенчается успехом и действительно не прошло и получаса как я увидал над собой лицо моей возлюбленной озаренное тем особенным выражением тревоги и любви которая делала его прекрасным прекраснее и самых прелестных красавиц я вскочил и через секунду мы уже сидели обнявшись на скамеечке прилаженной к купальной будке чуть не плача от радости раскаяния и счастья не теряя времени Володя приветший сестру помчался обратно в мелочную лавочку стоявшую под горой у шоссе и вернулся оттуда со всякой провизией и с двумя бутылками моего любимого кваса пенистый напиток подействовал на меня лучше шампанского но все же удивительно как я тогда не заболел поглотив затем с невероятной жадностью и на совершенно пустой желудок и огромную краюху черного хлеба и полдюжины свежепросольных огурцов и около фунта чайной колбасы и целую банку брусничного варенья поистине бог любви делает чудеса когда обращаются к нему с пламенным сердцем а сердца наши в тот вечер действительно пламенели и в соответствии с ними после душного серого дня все небо очистилось и пылало солнце озарило залегшую у горизонта тучу и окрасило огненным цветом бесчисленные облачка насытившись наговорившись мы отправились в стан врагов на дачу Альбера однако теперь я чувствовал себя триумфатором ведя под руку свою победу но и враги будучи все же своими людьми в сущности добродушными и меня вдобавок с давних пор любившими приняли нас радушно состояние войны было сразу отменено и забыто в моем трое суток пустовавшем желудке нашлось место еще для целого обеда дом Альбера и Маши славился обилием вкусных вещей и эта импровизированная пирушка выдалась из самых веселых а затем нам постелили постели мне на огромном угловом диване который всегда сопровождал семью брата в летней резиденции Володе на матрасе разложенном на полдюжине стульев а утром на десятичасовом пароходе забрав с собой Атью мы плыли по водам финского залива и около полудня я был дома при возвращении блудного сына мамочка не могла скрыть своей радости и возможно что в душе она была благодарна Ате за то что Шура вернулся довольный здоровый и радостный что же касается папы то вероятно он вовсе не был посвящен в эту историю а если и был то оценил ее по-своему как еще одну глупую Шурину шутку эта наша размолвка кончилась тогда общим примирением но с начала осени интриги Маши и Сони возобновились с удвоенной силой со своей точки зрения они в своей заботе о сестре были правы но мы относились к этому иначе и вся путаница привела в конце концов к нашей полной изоляции мы отделились от наших самых близких людей и не только Ате приходилось при этом выдерживать постоянную и непосильную борьбу но и я повздорил с большинством своих родных и с некоторыми из самых милых друзей дома стоило кому-нибудь промолвить слово выдававшее не совсем одобрительное отношение к нашему роману как уже обмолвившемуся объявлялось с моей стороны опало я переставал с ним разговаривать и не кланялся при встречах на улице вследствие этого приходилось не только отказываться от участия в наших столь вкусных и часто очень интересных семейных обедах но я даже часами замыкался на ключ в своей комнате дабы не встречаться с нашими обидчиками если таковые были в гостях у моих родителей среди тех которых я уже совершенно зря причислял к своим врагам оказались и любимой мною и очень почитаемый дядя Костя Кавос и мамина единственная подруга Елизавета Ильинишна Раевская так называемая тетя Лиза и мой брат Леонтий и его жена и наша бывшая французская гувернантка мадемуазель Леклер и многие другие Еще глупее было то что я требовал такой же непримиримости от Ате ей это было труднее и тяжелее и все же я добился того чтобы она совершенно прекратила посещать своих сестер Соня успела за эти месяцы выйти замуж за своего троюродного брата Августа Августовича Вальштейна за того самого Густю который в период моих флегель Яха был вместе со своим братом Джоном моими закадычными друзьями будучи лет на 5 на 8 старше нас Все это создавало вокруг нас отвратительную и все менее выносимую атмосферу Определеннее стало выражать свое недовольство и свою тревогу мать Ате Мои по-прежнему частые посещения теперь только терпелись И нередко у Ате с Елизаветой Ивановной происходили бурные объяснения К большому нашему огорчению мы как раз в этот критический период лишились нашего главного союзника и доброжелателя Володи Бедняге пришлось отправиться отбывать воинскую повинность в Германию так как отец продолжал оставаться в немецком саксонском подданстве в те времена подобные совмещения были обычным явлением можно было состоять продолжая быть иностранным подданным на русской государственной службе следовательно и дети до исполнившегося их совершеннолетия оставались в том же положении досаднее досаднее всего для Володи всем своим существом обрусевшего и совершенно неинтересовавшегося тем что происходит в отчизне его дедов было то что уже по отбыванию им повинности длившиеся целых два года Карл Иванович все же решился стать русским подданным вся эта жертва Володи Фатерланду оказалась напрасной разумеется и он как только вернулся поспешил переменить свое немецкое подданство на русское что же касается да папа кинт то пребывая безотлучно в горних сферах музыки занятый по горло своей службой он предоставил издавна заведование своим очагом супруги и просто ни во что не вмешивался и во всяком случае ни ко мне ни к дочери своего обычного благодушного отношения не менял обстановка в которой протекала наша идиллия постепенно превратилась в нечто довольно-таки жуткое и мучительное и такое настроение не могло не отразиться на нас самих на наших отношениях мы все чаще ссорились и хоть сладость примирения искупала до некоторой степени наше терзание мы все же начинали от всего этого уставать в то же время где-то в тайниках подсознательного созревала жажда свободы и требования возвращения к каким-то более нормальным условиям одной из наиболее диких моих странностей того времени тоже немало портившей нам существование был неизвестно откуда взявшийся и до юродства доходивший аскетизм в нашем затворничестве в том унынии которое являлось следствием его я видел род подвига мы перестали совершенно бывать в обществе не говоря уже о семейных сборищах о самых невинных вечеринках я уже упомянул о тех приступах ревности которые овладевали мной когда я видел как во время танцев атю обнимают другие мужчины мы даже наложили на себя запрет посещать театры и концерты это запрещение возникло из-за того что я не хотел чтобы Атя посещала французский театр в обществе Марии Карловны а для того чтобы ей подать пример и для того чтобы ей не было так обидно я и сам отказывался от каких-либо зрелищ и удовольствий именно это воздержание стоило нам страстным театралом особенных страданий мне запомнился такой случай в августе того же 1888 года когда наше воздержание от всяких зрелищ длилось уже несколько месяцев я шел как-то днем мимо Маринского театра и вдруг услышал дивное густое звучание оркестра шла ввиду близости открытия сезона репетиция Руслана Фойе театра а окна из-за теплыни были настежь открыты я буквально тогда прирос к земле остолбенел в своем восхищении я весь превратился в слух сам тангейзер едва ли мог испытать более жгучий соблазн большую потребность вернуться в Венерин грот нежели я тогда снова очутиться в креслах родного Мариинского театра и до чего мне захотелось услыхать тогда же целую оперу такие же чувства несомненно испытывала и Атя но чтоб не огорчать меня она их скрывала заверяя что ни в каких развлечениях она не нуждается в этом состоянии постоянной напряженности и натянутости естественно что недоразумение между нами и самое состояние раздражительности приняли какой-то хронический характер малейшее слово не так сказанное интонация или намек на интонацию вызывали объяснения причем должен покаяться что инициатором этих объяснений почти всегда бывал я движимый своей совершенно болезненной мнительностью и ревностью стоило Ате запнуться стоило ей прибегнуть какой-либо маленькой и совершенно невинной лжи между нами был установлен уговор ничего друг от друга не скрывать как я уже приходил в дурное настроение а то брала верх моя вспыльчивость и я устраивал бурные сцены осыпая Атю незаслуженными упреками вслед за такими сценами следовало раскаяние так как я не переставал обожать Атю знать ей цену и все мои помыслы были направлены к ней однако как-то придвинуло ко мне вплотную то что на церковном языке называется мирским соблазном за последние годы наш родительский дом стал все более приобретать оттенок узкосемейный людей теперь жило в квартире на Никольской улице больше чем прежде так как родители мои приютили у себя свою овдовевшую дочь Катю Екатерину Николаевну Лансере с шестью детьми и со своей прислугой но от такого переполнения у нас не стало ни оживленнее ни шумливее все шестеро детей Лансере были по натуре на редкость благонравными и тихими все занимались по своим комнатам девочки в одной мальчики в другой впрочем старшая дочь Соня воспитывалась в Николаевском институте не внося никакой суматохи в наш обиход с другой стороны повышенные расходы вызванные этим сожительством принуждали маму к экономии к сокращению всего что походило на роскошь мамочка не разу жаловалась на то что ей трудно сводить концы с концами и было видно что родители себя во многом стесняли словом наш дом в этот период начиная с осени 1886 года перестал походить на то чем он был в моем детстве в моем детстве моими переживаниями, я с ней уживался. И вдруг происходит метаморфоза. В этот тусклый дремлющий мирок проникает новый элемент. Со дня на день все меняется. На лицах папы и мамы вместо выражения покорной и привычной заботы прежняя веселая улыбка. Наши старые служанки затормошились, засуетились и даже как-то по-праздничному приоделись. Откуда-то стали постоянно доноситься громкие разговоры и смех, по паркету то и дело звякали шпоры. Причиной всего этого было то, что в Петербург на время переселился мой варшавский брат Николай, Улан-Ротмистр, и поселился он у нас на целых два года, так как поступил для усовершенствования в своей специальности в петербургскую кавалерийскую школу. И не только наше сонное царство пробудилось, зашумело, зазвенело, но в нем появились и совершенно новые запахи, кожа отсёдилась бруи от духов и от усиленного курения. То и дело раздавались на парадные звонки. Степанида в перегонку с денщиком Коли Степаном летели по коридору отворять. Слышались приветственные возгласы. То и дело в комнату, отведенные Николаю рядом с передней, несли подносы с угощением, свинами и ликерами. А то Николай начнет упражняться на корнетопистоне или вздумает даже устроить у себя состязание в стрельбе из пистолетов. Целыми группами вваливались к нему господа офицеры. Гусары царскосельские и гродненские, уланы варшавские и петерговские, гатчинские кирасиры, конногвардейцы. А в передней гремели отцепляемые сабли и шашки. Вешалка и ларь под окном заваливались шинелями. И все это на фоне какого-то несмолкаемого молодого веселья. Сначала эта суетня и возня меня раздражала и возмущала. Я слишком свыкся с нашей сонливой скукой и с моим относительным одиночеством. Я сторонился друзей брата, этих пушляков-солдафонов. Однако постепенно то, что во всей этой компании было увлекательного и бодрящего, стало оказывать свое действие. И одновременно всякие формы светскости, только что мной презиравшиеся, начали меня манить и прельщать. Теперь и семейные собрания стали у нас снова походить на то, чем они были прежде, и мне захотелось на них присутствовать. Одну за другой я стал тогда отменять свои опалы. Причем характерно для того благодушия, которое царило в нашей семье, было то, что все пострадавшие от моего дерзкого поведения только радовались тому, что я перестал блажить и сразу, без лишних объяснений, становились со мной на прежнюю ногу, как ни в чем не бывало. Да и я сам, постепенно оттаивая, становился прежним, склонным ко всяким дурачествам и чудачествам молодым человеком. Я возвращался в свое естественное по годам и по темпераменту состояние. В этот же период все сильнее стало отзываться на наших отношениях с Сатей то, что раздор между нашими двумя семьями, возникшие три года назад, теперь крайне обострился. Нелады, царившие между Альбером и его женой приобрели совершенно открытый характер. Еще летом 1885 года мой брат произвел основательную перестройку в своей квартире, дабы иметь возможность иметь отдельные спальни с женой. С тех пор жизнь супругов получила полную независимость, и они совершенно перестали интересоваться друг другом. Каждый зажил своей жизнью, у каждого были свои увлечения и целые романы. Но если это ничего не меняло в положении Альбера, то, естественно, на положении Марии Карловны в нашей семье это стало сказываться весьма определенно. Пересуды на ее счет сделались теперь самым обыденным явлением. Они стали любимым занятием наших дам, во главе которых находилась по-прежнему жена моего брата Леонтия Мария Александровна. Это, в общем, вполне достойная и даже очень симпатичная особа, примерная супруга и мать, страдала тем недугом, которым за редкими исключениями страдают особенно те женщины, которые не одарены счастливой пленительной наружностью. В данном случае контраст между писанной красавицей Марии Карловной и толстенькой, как шарик Марии Александровной, был разителен. И удивляться было нечего, что последний, сносить подобный ривалитет, то есть соперничество, было тяжело. В начале своего знакомства обе Бельсуар скорее дружили. И эта дружба получила даже особенно тесный характер, когда семьи двух братьев поселились на двух соседних дачах, все в том же Бобыльске. Но как раз тогда же брат Мишенька вернулся из плавания, а дом Альбера наполнился моряками, из которых почти все приударяли за Марией Карловной. Тут-то и воспылала обиженная Венерой Мария Александровна завистью к своей подруге. Тут вскоре и начались помянутые пересуды, причем надо признать, что Мария Карловна, благодаря своему легкомыслию и артистической беспечности, давала немало поводов к возникновению и развитию всяких сплетен. И еще способствовала ухудшению положения Марии Карловны в нашей семье, то, что она вообще не любила себя стеснять общественными обязанностями. Даже в лучшие времена своей супружеской жизни она была редкой гостьей на семейных сборищах. Альбер почти всегда являлся к воскресному обеду со стереотипной фразой «Маша извиняется, она не будет, у нее мигрень». Напротив, Мария Александровна не пропускала ни одного случая быть среди родных, ей это и нравилось совершенно искренне. Она, несмотря на свою полноту, птичкой влетала в папин кабинет и покрывала его поцелуями. Тут не было какой-либо комедии. Она была так воспитана и к этому приучена, тогда как воспитание Марии Карловны в этом отношении оставляло желать лучшего. Кризис назревал еще до официального разлада между Альбером и Машей. Теперь же Мария Карловна и вовсе перестала бывать у нас, и все стали привыкать к мысли, что она чужая и что поэтому она неминуемо должна будет отпасть. Никто об этом не жалел. Друзей у нее среди наших не было, и даже я, когда-то ее юный друг, ее паш и чуть ли не конфидент, теперь из-за противодействия нашему роману сделался ее врагом. Великой неожиданностью поэтому было то, что когда Мария Карловна окончательно разъехалась с Альбером и покинула наш дом, поселившись на отдельной квартире, дядя Костя Кавос счел почему-то нужным сделать ей визит. Было ли то нечто вроде демонстрации упрека по адресу Альбера? Обнаружилось ли в этом нечто вроде особой симпатии к Марии Карловне? Осталось невыясненным. Вскоре после этого дядя Костя скончался. Весной 1890 года. О чем дальше? Что же касается Ати, то она и прежде неохотно и очень редко бывала у нас, и то всегда по специальному приглашению и издаваясь на мои настойчивые убеждения. Теперь же, раз получилось между ее сестрой и моим братом совершенно явная и непримиримая размолвка, то нечего было и думать, что мне удастся эту ее стеснительность побороть. Мало того, теперь Атя совершенно перестала бывать и наверху у сестры. Мы теперь виделись исключительно в доме ее родителей или на прогулках, на выставках, в музеях, в церкви. Пока длилось наше аскетическое настроение, это было выносимо. Это даже сообщало нашей жизни известную романтику. В духе одной из любимых наших повестей Людвига Тика «Жизнь льется через край». Новелла, написанная Людвигом Тиком 1773-1853 в 1839 году. Она пронизана тонкой иронией по отношению и к романтическому герою, и к окружающей его мещанской среде. Мы удовлетворялись обществом друг друга. Но когда я стал оттаивать, когда со своей стороны и Атью в силу понятной реакции потянуло к жизни более яркой и разнообразной, к тому же более соответствующей всей ее натуре и ее молодости, то наша замкнутость, в которой периоды лады и счастья все чаще сменялись подозрениями и мучительными ссорами, и ей стало невмоготу. Прямого и систематического противодействия нашему роману со стороны близких теперь стало меньше. Все за эти три года слишком к тому привыкли и на нас смахнули рукой, мол, все равно с этими безумцами ничего не поделаешь. Но, как иногда бывает, отсутствие внешних препятствий теперь скорее способствовало нашей внутренней разобщенности, и это без того, чтоб мы это сознавали. Нравилась мне Атья по-прежнему, и по-прежнему я нравился ей. В хорошие минуты нам казалось немыслимым быть одному без другого. Но в дурные минуты в каждом из нас заговаривало недоброе чувство, и возникал вопрос, зачем продолжать? Зачем еще растягивать то, что уже надорвано и обречено? Да и все наше будущее теперь, чем ближе мы подходили к моменту, когда этот вопрос пришлось бы решить, представлялось слишком проблематичным и нелепым. Какая-то основа буржуазного благоразумия, в которой, однако, ни я, ни Атья не признавались, душевное мещанство почиталось нами за злейшее зло, заслуживающее особого презрения, эта основа благоразумия и здравого смысла требовала, чтоб прежде чем нам окончательно соединиться, нам, или, по крайней мере, мне, следует встать на ноги. Нужно было кончить гимназию, а я был только в предпоследнем классе и слишком запустил учения, чтоб надеяться благополучно перейти в последний. Нужно было пройти университет, впереди стояла угроза воинской повинности, наконец, нужно было обзавестись местом службы. На все это требовались годы, шесть или восемь лет. Когда-то, в начале нашего романа, этих лет было еще больше, но тогда это нам казалось чем-то пустяковым, легко преодолимым. Теперь же, сознавая, что мы и половину нашего испытания не прошли, такая перспектива стала принимать характер удручающего кошмара. Мы никогда об этом не заговаривали, но каждый чувствовал то же самое и чувствовал все сильнее и мучительнее. Самая развязка, к счастью, не оказавшаяся в дальнейшем окончательной, наступила в середине февраля 1889 года, и произошла она, скорее, безболезненно, как нечто вполне созревшее и неизбежное. Подготовлением к тому было то, что я стал реже бывать у киндов, и за это не слышал о Тате упреков, как будто это отвечало и ее желанию. А затем, в один вовсе не прекрасный день, между нами произошло откровенное объяснение, в совершенно дружественных и ласковых тонах, но и без намека на прежнюю пламенность, которая еще недавно окутывала, пронизывала все наше бытие. Мы, как говорится, вернули друг другу свободу и расстались с решением больше не встречаться. Описать те чувства, которые тогда овладели мной, я не сумею. Помню только, что с самого этого дня мирного расторжения в душе моей воцарилась какая-то муть, нечто до последней степени сумбурное и вздорное, а во многих отношениях и недостойное. Надлежало во что бы то ни стало забыть Атю, порвать и последние нити духовной связи с нею, еще только что представлявшиеся самой сутью моего существования. Это было очень тяжело, и периодами я страдал до безумия, ведь все мое существование было так сплетено с ее существованием. Но я был уверен, что возврата нет и не может быть. Несколько случайных и, скорее, смехотворных, глупейших авантюр не оказались способными меня развлечь. Попробовал я вернуться и к той особе, которая владела моими чувствами до моего влюбления Ватю. Однако девушка эта, когда-то, несомненно, мучительно пережившая мою измену, теперь и слышать не хотела о таком воссоединении. И отсюда получились всякие длившиеся месяцами терзания, которые особенно обострялись, когда мы оказывались под одним кровом. Через подобные переживания, но о них я узнал позже, проходила тогда и Атия в первые месяцы нашей разобщенности. А затем раны у нас обоих зарубцевались, и у каждого потекла жизнь, если и несравненно более тусклая, то все же в своем роде сносная. Между прочим, в эти годы разлуки Сати я очень сблизился с семейством Фену. И не столько с тем или другим из его членов, сколько именно со всей семьей в целом. Надо признать, что это была одна из самых достойных и симпатичных семей Петербурга, и что дом Фену, точнее их квартира на Михайловской площади, в верхнем этаже соседнего с Михайловским театром дома, был одним из самых приятных. Хозяин дома, Фену, владелец большого и очень популярного книжного магазина на Невском, впоследствии в этом же помещении открылся книжный магазин нового времени, был прекрасно воспитанный, культурный, спокойный и приветливый господин. Это был уже пожилой человек, роста больше среднего, худой, с окладистой седой бородой. Он мог сойти за типичного русского интеллигента. К сожалению, Николай Осьпович страдал глазами, и ему грозила в будущем слепота. Папа Фену был французского происхождения, но маман Фену была из хорошей, чисто русской дворянской семьи. Небольшого роста, полная, очень живая, очень любезная. Она обладала даром заставлять собравшихся у нее людей чувствовать себя как дома, и в то же время сохраняя тон, принятый в хорошем обществе. Детей у супругов Фену было трое. Старший Женя, о нем я уже упоминал выше, в это время был студентом, юристом. Второй, Саша, учился в кадетском корпусе. Женя, такой же рослый, как отец, и такой же тощий, держался несколько гордо и был из всей семьи наименее общительным, что, однако, не мешало ему принимать участие во всем том, что творилось с прочей молодежью. Раздражало несколько то, что он не столько говорил, сколько вещал. Напротив, Саша был самого веселого десятка юноша, почти мальчик, обожавший всякие затеи и принимавший в них самое усердное участие. Он был очень музыкален, и это ему пригодилось впоследствии в эмиграции, когда он в Лейпциге оказался заведующим знаменитым издательством русской музыки Митрофана Беляева. Русский музыкальный деятель и ноты-издатель, основатель русских симфонических концертов, 1885 год, и русских квартетных вечеров, 1891. В 1885 году он учредил издательство Беляев в Лейпциге, выпускавшее произведения русских композиторов. Единственной дочери Фино было в то время около 18 лет, может быть, немножко меньше. Это была барышня, несколько склонная к полноте и вообще по наружности напоминавшая мать. Я скоро подружился с этой живой и очень неглупой Наташей, находя большое удовольствие бывать в ее обществе. Собирались у Фину каждое воскресенье вечером, и с осени 1889 года я почти ни одного воскресенья не пропустил. Мне там было весело, привольно, совершенно по душе. И что только собиравшаяся там молодежь не вытворяла. Как от всего сердца и с каким хорошим вкусом, при полной свободе и без малейшей жеманности все веселились. Разыгрывались шарады, целые импровизированные, иногда и очень удачные пьески. Музицировали то всерьез, то в шутку. Все на перерыв показывали свои светские таланты. А то вдруг брало вверх какое-то чисто детское начало, и все начинали играть в прятки, в палочку-воровочку и тому подобное. Общество состояло почти исключительно из молодежи, из учеников кадетского и пажеского корпусов, из гимназистов и лицеистов старших классов, из студентов. Дам, барышень, было почти столько же, сколько молодых людей. Такое мое посещение приятнейших вечеров у Фину продолжалось около двух лет. И оно продолжалось бы и дальше, если бы я не стал замечать, что родители Наташи начинают посматривать на меня, как на возможного жениха. Да и у самой милой девушки мне почудились нотки, как будто выдававшие ее особые чувства ко мне. Наташу я в высокой степени ценил. Лучшего друга я не мог бы себе желать, но она мне не нравилась. Словом, я почувствовал, что во избежание усугубления недоразумения мне пора ретироваться. И сделал я это со всеми предосторожностями, не желая обижать ни прелестную девушку, ни ее родителей, ни братьев. Иногда впоследствии я встречался то с Женей, то с Сашей, но Наташу я так никогда больше и не видел. В последний раз Женя Фину побывал у нас в Париже незадолго до своей смерти. Когда-то он был, как говорят, блестящим и влиятельным чиновником в каком-то министерстве. А тут в Париже занимал скромное место в какой-то конторе. Он посетил своего старого приятеля, пожелав ему показать свои, очень беспомощные, опыты в рисовании, страсть к которому уже не проявилась на старости лет совершенно неожиданно. Саша, когда окончил кадетский корпус, поступил воспитателем в пажеский корпус и в качестве такового был одно время прикомандирован к особе сиамского принца Чакрабона. Сашу со своим принцем можно было часто видеть в театрах и в концертах. Живя в Лейпциге, он иногда по делам Беляевского издательства приезжал в Париж. И тогда я его встречал у Черепнина. Это был прежний, почти такой же юный с виду, розовый, веселый и остроумный Саша. Но почему-то, как я его не зазывал к нам, он этим приглашением не следовал. Возможно, что у них в семье в отношении меня сохранилось отношение, если не как к изменнику, то все же как к человеку в чем-то перед семьей провинившемуся. Очень жаль. Глава пятая. Без ати праздник у Сабуровой. Отвлечься от мыслей о бате помогло мне еще то, что я теперь вошел в более тесное и частое общение с друзьями. Мучительный период разных сердечных переживаний совпал с расцветом нашего товарищеского кружка, получившего тогда более организованный характер. Напомню, что мы, я и Нувель, не были вследствие наших плачевных успехов допущены до выпускных экзаменов. И именно это позволило отставшему от нас по болезни Диме Философову нас догнать. Отныне ядро кружка составляли мы трое, с прибавлением еще Скалона и Калина. Осенью 1889 года мы, гимназисты восьмого класса, сочинили полушуточный устав для нашего общества и дали ему тоже полуироническое название «Общество самообразования». Через несколько же месяцев к нам присоединился ученик Академии художеств Левушка Розенберг Бакст. А через еще несколько месяцев, ранним летом 1890 года, вступил в наш кружок и приехавший из Перми Сережа Дягилев. Осенью 1890 года мы всей компанией, кроме академиста Бакста, поступили на юридический факультет, и все в том же составе мы проделали в университете переход к молодости. Выше я уже упомянул о том, что недопущенные до экзаменов мы с получили тогда, в 1889 году, полную свободу в распоряжении нашим временем, тогда как до тех пор чудесный период весны бывал каждый год испорчен необходимостью готовиться к переходным экзаменам из класса в класс и самыми экзаменами. Не помню, как Валечка использовал эту свободу. Что же касается до меня, то я не могу сказать, чтоб я провел это время с большой пользой и с большим достоинством. Напротив, я точно тогда поглупел на несколько лет. Только что я был еще чем-то вроде кандидата на положение серьезного супруга и отца семейства, и лишь независящие от меня обстоятельства помешали мне соединить себя навек с любимой девушкой, а тут я снова превратился в какого-то легкомысленного бездельника, жаждущего отведать всяких удовольствий и склонного бестолку убивать время. С другой стороны, в этом сказывалась и необходимая для моего душевного здоровья реакция. Не по годам было повзрослевшей, я ощущал теперь в себе некое непоборимое брожение молодости. Одним из характерных проявлений этого моего тогдашнего поглупения или возвращения в состояние флегль-яхе было то, что я пристрастился к фланированию, к бесцельным, бессмысленным прогулкам. И происходило это фланирование всегда вдоль набережной Невы, от дворцового моста до летнего сада и обратно. Некоторым моим извинением может служить то, что стояла ровная, изумительно мягкая и теплая погода, что никогда еще с таким прекрасным величием Нева не несла свои волны, никогда на ее просторе не дышалось так легко. Особое наслаждение я испытывал от одного ощущения гранитных плит под ногами, а также от зрелища прекрасной архитектуры дворцов. Никогда я с таким любопытством не вглядывался в лица встречных гуляющих или тех, кто в элегантных экипажах неслись мимо по торцовой мостовой. И как отрадно было с набережной повернуть в летний сад, деревья которого порошились ранней зеленью, а освобожденные от своих деревянных будок мраморные боги снова улыбались лучам нежного солнца. Среди постоянно встречавшихся меня особенно интересовала одна скромно одетая девица. Далеко не красавица, но необычайно милая, с чертами лица, отдаленно напоминавшими мне Атью. Ее всегда сопровождала сестра помоложе и почтенная гувернантка. Какую-то странную притягивающую силу изъявлял один цвет лица моей незнакомки — матово-бледный, чуть даже болезненно серый, а также какая-то рассеянность во взоре. Я вскоре узнал, что это две княжны эмеретинские, и что как раз со старшей, которая мне так нравилась, произошел минувший зимой случай, сделавший ее героиней городских пересудов. На каком-то большом балу танцевавший с ней моряк, князь Белосельский, вдруг запустил руку в ее открытый корсаж и положил ей туда не то комок мороженого, не то охапку конфет. Это был большой скандал, дошедший до государя, вызвавший высочайший гнев и повлекший за собой строгое дисциплинарное наказание. Но меня эта уродливая история взволновала как-то особенно. Непростительно гнусен был ничем не вызванный поступок, вероятно, сильно подвыпившего озорняка. И я готов был при встрече его побить, и в то же время меня не оставляла соблазнительная мысль о том, что должна была почувствовать рука обидчика, когда она проникла в самое нежное, сокровенное и прелестное в теле девушки. Мой воображаемый этот роман продлился всего недели три, не более. За это время почки в летнем саду успели едва распуститься, и он ровно ни к чему не привел. Я даже не познакомился с предметом моих воздыханий. Да и позже, за всю мою жизнь, я никогда больше с княжной и меритинской не встречался, хотя и был знаком с ее теткой, рожденной графиней Мордвиновой, и бывалу последней. Рассказал же я об этом эпизоде, только как о чем-то характерном для тогдашних моих нелепых переживаний, почему-то запомнившимся мне с удивительной четкостью. Лицо княжны, ее томный взгляд, что-то жалкое, что мне чудилось в ее лице, я вижу и сейчас, более чем через шестьдесят лет, точно я только что вернулся с прогулки по Дворцовой набережной. В этот же период и в той же обстановке, весной 1889 года, я возобновил знакомство и род дружбы с моим бывшим товарищем по казенной гимназии Саней Литке. Он был классом старше меня, но его брат был со мной. Началось с того, что только что поступившая в дом Альбера горничная, воспитанница графини Литке, матери Сани, передала мне от него поклон. Его же я через день или два встретил как раз на прогулке у Горбатого моста через Зимнюю канавку. Тот же Саня познакомил меня с целой группой своих приятелей, все студентов первого курса, корчивших из себя представителей золотой молодежи. Во главе этой компании стоял некий Коврайский, старейший из нас. Ему было не более двадцати четырех лет. Очень полный, уже обросший светло-русой курчавой бородой, он был одет в безупречно сшитый сюртук на белой подкладке, а околышки его фуражки был почти черного цвета вместо форменного голубого. Коврайский был необычайно важен и величествен, речь его была медленная, размеренная, и такой же размеренной была его походка носками наружу. Он поглядывал на собеседника свысока, делал вид, что не слышат вопросов, когда же сам их задавал, то не ждал ответов. Должен признаться, что все это импонировало мне, и что я чувствовал себя удостоенным какой-то чести, когда он изредка, не ворочая головой, обращался ко мне. Уже одно то, что на мне не было мундира, а на боку не висела шпага, сообщало моему сознанию известную приниженность. Его манера со мной означало, что я должен почитать себя счастливым, что меня еще, гимназиста, в скромном партикулярном платье он терпит в своем обществе. И я действительно был польщен этим. И тон у меня с ним становился чуть подобострастным, за что, уходя из-под чар его великолепия, я себя презирал. Саню Литке я как будто не видал с самого того года, когда я покинул гимназию Ч.Л.О. И тогда ему было лет пятнадцать, но за эти шесть лет он мало изменился. Это был все тот же очень приятный, чуть женоподобный юноша, говоривший самые скобрезные вещи с видом невинной девушки. Настоящая дружба между нами не завязалась в гимназии, но и теперь дружба с ним не клеилась. В нем было что-то ненадежное, хоть и не злобивое, но все же коварное, тоже черта женственная. Такого же мнения о Сане был и Дима. Он и ему приходился, далеким родственникам, вследствие чего Литке бывал на разных семейных сборищах у Философовых. Примером его ненадежности может служить то, что Саня пригласил меня гостить к себе на дачу под Ревелем, а когда я туда явился, то его там не оказалось. К счастью, еще в лице его матери и его двух братьев я встретил самый радушный прием и благодаря этому провел три очень приятных дня в Ревеле, тогда еще сохранявшим вполне свой старогерманский облик. По дороге в Ревель брат Николай завез меня к товарищу по полку барону Деленсгаузену. Мне очень понравился этот добрейший Карлуша, бывавший у нас к завтраку по воскресеньям, и мне очень понравился весь строй его усадьбы, выдержанный в подлинно благородном стиле, характерном для тогда еще верного старинным традициям балтийского дворянства. В родовом имении Деленсгаузенов все было солидно, удобно, просто и превосходно налажено. Такой же балтийский баронский стиль я нашел затем в Ревеле, вкушая свой ужин вкусный, сытный и необычайно дешевый в загородном ресторане под открытым небом, в котором я познакомился с целым рядом очень приятных, очень воспитанных и очень простых людей с самыми звучными и историческими фамилиями, приходившими туда со своими семьями. Это все были помещики, приезжавшие на день, на два из своих деревень подышать городской атмосферой, повидать близких, сделать нужные закупки. Доставил мне много наслаждения и сам Ревель. Я был влюблен в романтику специфически германского типа. И эти городские стены, эти круглые башни, эти узкие кривые улички, эти готические церкви, среди коих выделялась неуклюжая огромная масса церкви святого Олая, как бы предвещали мне те художественные радости, которые через год я вкусил, когда оказался в Нюрнберге, во Франкфурте, в Майнце. Одно меня огорчило. Я не увидал мумии герцога де Круи, которая хранилась с самых дней Петра I в церкви святого Николая, и показывалась, говорят, за деньги, в оплату тех долгов, которые числились за герцогом в момент его кончины. Де Круи, 1650-1702, герцог, выходец из Бельгии, фельдмаршал русской армии при Петре I, командовавший войсками во время сражения со шведами под Нарвой, 1700 год. Сдавшийся в плен шведам, герцог вскоре умер от ран, успев предварительно наделать много долгов. Согласно тогдашним шведским законам, умерших должников не хоронили до тех пор, пока долги не будут уплачены их наследниками, и вследствие этого тело герцога де Круи, совершенно высохшее и превратившееся в мумию, оставалось непогребенным до 1897 года, доступное с 1819 года для всеобщего обозрения в капелле Ревельской церкви святого Николая. Только в 1897 году оно было, наконец, опущено в склеп той же церкви. Алексей Николаевич Толстой вывел герцога де Круи в романе Петр I. Но я был утешен великолепием громадного резного готического алтаря, снятого и перенесенного в сокристию той же церкви, с бесчисленными золотыми фигурками и издверками, покрытыми живописью отличного гонзейского мастера. Большое впечатление произвела на меня и внутренность рыцарской церкви в Вышгороде, с ее стенами, сплошь покрытыми гербами балтийского дворянства. Саня Литке обладал природной элегантностью и поэтому уже, и за свой графский титул, был включен в свиту Коврайского. Зато совсем не обладал какой-либо элегантностью третий студент той же компании, Митя Пыпин, сын знаменитого историка. С ним я тоже был знаком с самых дней Цукки, поклонником которой он состоял. Но в минувшем марте я возобновил с ним приятельские отношения, встретившись на Мейнингенцах. Попал же он в эту компанию золотой молодежи, скорее всего, по какому-то недоразумению, подчинившись какому-либо очередному влиянию. Митя был маленький, кургузый человечек, чуть на один глаз косивший, необычайно милый и услужливый, скромный, конфузливый, молчаливый, с вечной, застенчивой улыбкой на устах. Его я оценил не только за его отзывчивость на всякие художественные явления, но и за его музыкальность. Временами он мог быть и полезен, так как он быстро читал по нотам, гораздо лучше Валички. А для меня люди с таким даром являлись кладом, так как ведь я сам этим даром не обладаю, и для меня было пыткой что-либо разобрать. Еще ценнее мог бы быть в том же смысле еще один из моих новых знакомых студентов, Володя Направник, сын превосходного музыканта, маститого дирижера русской оперы Эдуарда Францевича. Но почему-то Володя держал меня тогда на дистанции, не то из какого-то чванства, не то просто потому, что ему что-то во мне не нравилось. Вот он был отличный музыкант, не читая ни Пыпину, ни Валички, и уже считался и тонким, очень сведущим в теории знатоком. Позже в жизни мы неоднократно с Володей встречались, и к этому времени он успел в корне изменить прежней своей манере относиться ко мне. Напротив, он много раз напрямик изъявлял желание сойтись со мной поближе, но это не удавалось. А почему, я не сумел бы объяснить. В эмиграции нашему сближению помешало просто то, что он поселился в Брюсселе, а я в Париже. Было в той же компании еще три-четыре человека, но из них я запомнил только одного Левенштерна, да и то, вероятно, потому, что этот юноша, жгучий брюнет, носил такую звучную фамилию, однако без какого-либо титула или хотя бы словечка «фон». Возможно даже, что он был еврейского происхождения. Звучность и фамилия отвечало изящество манер и отлично сидевший на нем мундир. Рядом с Коврайским Левенштерн был наиболее декоративен в стиле золотой молодежи, и, вероятно, в этом была причина, почему Коврайский терпел его общество и даже оказывал ему род предпочтения. Кажется, и Левенштерн был музыкален. Во всяком случае, музыка играла в этой компании, которую я одно время считал своей, значительную роль. Этот общий к музыке интерес побуждал нас гурьбой отправляться в Павловск, славившиеся своими симфоническими концертами. Эти выезды за город бывали только по вечерам, тогда как днем к четырем часам полагалось всем являться к горбатому мосту, причем существовал и особый пароль, которым надлежало обмениваться при встрече. Здороваясь с приятелем, произносилась фраза «Еще одна шпага», а те, кто уже были на месте, отвечали «Закалывается». Запомнилась и другая фраза, совершенно неизвестна, откуда взятая. Это была даже не фраза, а что-то вроде заголовка какой-то пьесы или оперы «Герцог» и «Музыкантша». Она произносилась по всякому поводу, вернее, без всякого повода, но часто, и опять-таки служила чем-то вроде пароля. Самый обмен этих фраз как бы намекал на существование некоего тайного братства и на принадлежность к нему. Однако никакого общества на самом деле не было, но все эти юноши-студенты имели основание упоминать о шпаге, так как неотделимой принадлежностью студенческой формы была та бутафорская шпажонка, что была воткнута в сюртук на левом боку. Увы, я еще не имел чести принадлежать к благородной студенческой корпорации, и вообще моя фигура должна была выглядеть среди этих почти военных жалким штатским штрюкам и филистерам. Одно то, что подобная ерунда меня тогда тешила или огорчала, показывала, до чего я поглупел, а главное, до чего я был выбит из колеи и растерян. Помнится, что мне особенно тогда захотелось поступить в университет, но манила меня вовсе не наука, а все этот ребяческий соблазн горцевать в мундире и пришпаге. Желание это через год исполнилось, но уже тогда, когда период растерянности миновал. Напялил я на себя и мундир, по неволе, так как того требовал закон, но и уже без всякого удовольствия. Напротив, ко мне вернулось все мое прежнее отвращение ко всякой обязательной форме. Дружба, в кавычках, с компанией Сани Литки и Коврайского была одним из проявлений моего возвращения к светской жизни. Другим таким проявлением было мое участие в устройстве того праздника, который с благотворительной целью устроила у себя Сабурова, одна из видных представительниц Петербургского высшего круга. Это происходило еще во время поста, а может быть на Фоминой, и во всяком случае несколько раньше моего периода фланирования. Самое деятельное участие в организации праздника принимал брат Альбер, но участвовал в ней и его приятель, художник Эрнест Карлович Либгард. Альбер, озабоченный тем, чтоб меня развлечь и меня ввести в петербургское общество, притянул и меня к делу, представив меня тете Леле, как называл Сабурову весь город, и даже те, кто не состоял с ней ни в малейшем родстве. Всем была хорошо знакома никогда не сходившая с ее уст приветливая улыбка, улыбка любезная, но немного застывшая. Все знали, что единственным ее никогда не сменяемым головным убором был гладкий золотой обруч, охватывавший ее волосы. Все знали и уважали ее кипучую деятельность дамы-благотворительницы. И в данном случае стало известно, что, несмотря на далеко невеликолепные средства Сабуровых, у них готовится праздник, грандиозное празднество, которое будет настоящим событием и на который соберется избраннейшее общество, включая и нескольких высочайших. Квартира Сабуровых в первом этаже дома на Сергиевской превратилась на те две недели перед праздником в подобие, по выражению самой Елизаветы Владимировны, караван-сарая. По всем комнатам, кроме бережно оберегаемого кабинета ее супруга, известного государственного мужа, сновали молодые люди и молодые девицы, некоторые действительно занятые под руководством старшей дочери Сабуровых каким-либо приготовлением к фестивалю, большинство же делавшие вид, что они чем-то заняты. Моему брату Альберу было тут широкое поле для его деятельности ловеласа. В доме тети Лели Альбер был своим человеком и позволял себе, не стесняясь, расставлять свои сети. Он ухаживал сразу за тремя прелестными особами — за мадемуазель М, за пикантной очень юной графиней К и за дочкой госпожи Т, прибегая со всеми к своему любимому способу прелещения. Он садился за рояль, и из-под его трепетных пальцев лились восхитительные импровизации, в которых лейтмотивы вагнеровских небелунгов причудливо сливались с самыми страстными призывами к любви из Фауста. То одна, то другая из юных красоток подпадали под эти колдовские чары и застревали подолгу у рояля. Впрочем, эти музыкальные чары происходили только в короткие периоды отдыха, и не для них Альбер, отрываясь от своих бесчисленных и столь разнообразных дел, являлся на Сергиевскую. Он взял на себя устройство большинства тех живых картин, которые должны были быть гвоздем вечера, и вызвался собственноручно написать для некоторых из них пейзажные фоны, тогда как другими заведовал Липгард. Сам Альберт, впрочем, отдавал этой живописи минимум времени, предварительно распределив работу между тремя помощниками, одним из коих был я. Он задавал нам определенную на день задачу, поправлял то, что было уже сделано, а иногда несколькими ударами кисти оживлял общий эффект, придавая всему законченность. Происходила эта почкотня не в квартире самих Собуровых, а этажом выше, в большой зале, предоставленной на это время от бывшей за границу княгиней Кропоткиной, приходившейся ровно над парадными комнатами Собуровых. Место здесь было довольно, и вот Липгарта можно было здесь видеть среди горшков клеевых красок и ушатов воды с самого утра до темноты. Ему никто не помогал. Но так как наши холсты были разложены на полу тут же, то я мог постоянно следить, до чего старательно он относится к своей работе. В течение этих дней совместного труда я успел особенно оценить этого милейшего человека. Эрнест Карлович был тогда далеко не старый человек. Ему в 1889 году минуло 42 года. Но его впалые и прям-таки провалившиеся щеки, его изможденное лицо и невероятно тощая фигура, напоминавшая классический образ Дон Кихота, вызывали представление о каких-то долгих годах лишений, о каком-то многолетнем подвиге Аскезы. Это не помешало Липгарту со временем пережить многих своих с виду куда более крепких коллег, а усердие его во все времена было совершенно баснословным. Кропотливейшее старание приложил он и на выписку по фотографии ликов ангельского хора верхней половины знаменитой картины Рафаэля в Болонской пинокотеке, представляющей святую Цицилию и несколько других святых. С первых же минут беседы Липгард обнаруживал редкую воспитанность. Это сказывалось и в чуть аффектированном французском или немецком говоре, и в том, как он мило коверкал русскую речь. Во всем сказывался подлинный балтийский барон, утонченнейший господин. Баронская воспитанность проявлялась в Липгарте и в его чрезвычайной и всегдашней готовности быть всем и каждому полезным, а также в том умении, с которым он поддерживал «Конверсацию на любую культурную тему». О живописи великих мастеров он говорил с неподдельным трепетом, отдавая безусловное предпочтение итальянцам, как флорентийским кватрочинистам, так и художникам XVIII века, стьепало его богом во главе. Я чувствовал особое расположение и даже род высокопочитания к Эрнесту Карловичу, еще и потому, что я узнал об его биографии. Он был сыном богача-помещика и знаменитого собирателя художественных редкостей, барона Карла фон Липгарта, славившегося на весь образованный мир шестидесятых и семидесятых годов своим вкусом и своей эрудицией. Но сокровища отца достались не сыну, а были завещаны племяннику, и это потому, что наш Эрнест навлек на себя родительский гнев, изменив вере отцов и перейдя в католичество. Этот проступок он еще усугубил тем, что женился в Париже на своей модели, особе добрейшей и преданнейшей, однако несколько уж слишком простоватой. Именно вся эта романтика вселяла в меня какое-то нежное участие к художнику, которого я к тому же уважал и за его мастерство, вернее, за его чисто европейский характер живописи. Импонировало моей наивности и то, что Липгард когда-то в Париже состоял постоянным сотрудником одного еженедельного журнала «Курьер де Пари». Да и мюнхенский меценат граф Шак, поставивший себе задачей открывать юные таланты, отметил и Липгарта, заказав ему еще в начале 70-х годов несколько копий со знаменитых картин. В 1889 году Липгард мог еще считаться новичком в Петербурге. Он всего года два до того переселился из Парижа. Выставлял он мало, зато был завален заказами светских портретов, из которых, увы, лишь немногие могут почитаться удачными. Писал он и плафоны, и стенные панно с орегорическими и мифологическими сюжетами, но и тут надо сознаться, что эти декоративные изделия столь же мало походили на страстно им любимых венецианцев, как его портреты на Тициана, Рубенса или хотя бы Бонна. Вся культурность Липгарта, вся его выдержка и все его усердие не могли заменить недостаток подлинного таланта, не могли ему помочь побороть какую-то тугость воображения, какую-то безнадежную сухость техники и живость красок. Слушать его, когда он восхищался великими мастерами, было одно наслаждение. Он действительно глубоко понимал старых мастеров. По какой-то дикой причуде он ненавидел голландцев и даже Рембрандта. Пожалуй, в этом сказывался фанатик-католик. Но когда отслушание его речи переходило к смотрению его собственных картин, то возникало недоумение. Как странно сочеталось в одном человеке столько чуткости и такое отсутствие самокритики. Видимо, своих дефектов сам он не сознавал и чистосердечно считал себя преемником величайших художников былых времен. Тут же я хочу представить другого художника, завсегдатая салона тети Лели и вообще высших столичных кругов, Михаила Яковлевича Вилье. Хоть он и не принимал участие в приготовлениях данного фестиваля. Этого и не могло быть, так как в натуре Вилье не было ни импровизаторской легкости Альбера, ни желания соперничать с великими мастерами Либгарта. Вилье был исключительно занят акварелями, которые он выписывал с величайшим старанием и в которых он старался с фотографической точностью изобразить разные исторические памятники. Как раз в те годы он заканчивал заказанный ему государем альбом видов приволжских древних городов. Над этой задачей он трудился уже несколько лет. Но эти его работы на выставках не показывались. Что только способствовало распространению всяких фантастических слухов, будто эти акварели не имеют себе ничего равного. До того верно передана малейшая деталь, до того все убедительно. К сожалению, эти слухи не оправдались впоследствии, когда наконец эти акварели Вилье предстали на суд публики. Исполнены они действительно с предельным старанием и не без мастерства, но они лишены всякой радости, они, что называется, замучены. И хорошие фотографии куда лучше служили бы назначению сохранить в образах чудесные произведения отечественного зодчества. Вилье лично не участвовал в приготовлениях к празднику у Сабуровых, но это ему не мешало чуть ли не ежедневно навещать квартиру тети Лёли и быть очень заинтересованным ходом работ. Его зычно сдавленный голос раздавался через все комнаты, как только он вступал в переднюю. Между ним и Либгардом было мало общего. Их разъединяло то, что, казалось бы, должно было их сближать. Оба занимали аналогичное положение в обществе, и это создавало род ривалитет. В моем же представлении я их как-то соединяю, потому что к обоим я питал своего рода культ. И в основе этого культа лежало все то же мое преклонение перед заграничным. Вилье был не то внучатом-племянником, не то приемным внуком знаменитого лейб-медика Александра I, сопровождавшего государя в его путешествии в Таганрог и присутствовавшего при последних минутах жизни благословенного. Этим же баронетом Вилье была основана клиника на Выборгской стороне, носящее его имя. Бронзовая статуя перед главным фасадом увековечивает его память. Одно это происхождение создавало Михаилу Яковлевичу известный ореол. Но к этому надо прибавить, что прежде чем совершенно отдаться искусству, он служил в аристократическом преображенском полку, и это объясняет количество и качество его общественных связей. Михаил Яковлевич вел размеренный образ жизни. Все утро он корпел замучительным выписыванием своих акварелей для помянутого альбома. Остальное же время он посвящал своим знакомым, а таковых у него по городу были сотни. Завтракал и обедал он почти всегда в гостях. И всюду Михаил Яковлевич был желанный гость, так как он нес с собой какую-то особенную специфически английскую атмосферу. Эта атмосфера была насыщена своеобразным юмором, и она же излучала какие-то весьма заразительные запасы бодрости. С другой стороны, удивительная память Виллия, содержавшая целую энциклопедию анекдотов, часто довольно соленых, предназначенных для мужской компании, частью элегантных для общества дам, его способность находить в один миг удачные каламбуры и реплики, отводили ему видное место среди салонных остроумцев и остряков. Самая внешность Виллия была чрезвычайно характерна и замечательна. Она наводила на сравнение его с Фальстафом, минус тучность, и особенно с Генрихом VIII. Рост он был выше среднего, сложение массивного, носил он свою ежиком подстриженную и украшенную рыжей бородой голову, как-то гордо и даже вызывающе. Своеобразная походка на широко расставленных ступнях вызывала представление о каких-то рыцарях, привыкших носить тяжелые доспехи. Однако легкость, с которой его бульдожье-физиономия складывалась в веселую улыбку, причем вся его кажущаяся свирепость переходила в ласковость, свидетельствовала о перевесе в его натуре большого благодушия. Надо еще сказать, что, не будучи вовсе тучным, Виллия производил впечатление чего-то чрезвычайно громоздкого и увесистого. Весь в целом Виллия, громадный и чуть косолапый, и чуть бестактный, должен был раздражать утрированно вежливого и утонченного Либгарда. Должна была шокировать и решительность его выступления, резкость его, все же вполне бонтонных, манер, и больше всего его неистово оглушительный громкий голос. В свою очередь должна была действовать на нервы Виллия, тихоструйная речь и подчеркнутая деликатность обращения Либгарда. Бывало, раздражение вдруг и прорвется в каких-то невзначай на ветер сказанных, однако язвительных замечаниях. Одной из слабостей Михаила Яковлевича было чтение вслух. Он действительно читал хорошо, то есть выразительно, передавая нюансы в говоре разных персонажей. Он мастерски владел паузой, мастерски распоряжался темпом, то ускоряя его, то замедляя. И все же лично я не выносил чтение Михаила Яковлевича. Несмотря на мое любование всем Михаилом Яковлевичем в целом, меня пленяли его заграничность, его культурность, его энциклопедические познания. Меня раздражала нарочитость этого чтения, то, что он как бы становился между автором и слушателем и как бы хвастается своим положением человека, понимающего такие тонкости, которые другим недоступны. Кроме того, зычный и в то же время чуть сдавленный характерно английский голос, нравившийся мне в простой беседе, становился, когда Вилье читал, невыносимым. Но стоит ли вспоминать о слабостях человека, представлявшего собой такую живописную, такую сочную и яркую, в одно и то же время внушительную и потешную фигуру? Я сделаю здесь еще одно отступление от своего рассказа. Раз я заговорил о Вилье, то как же мне не упомянуть о другом петербургском англичанине, на сей раз даже и в малой степени не обрусевшего и сохранившего до конца в полной неприкосновенности свой национальный как моральный, так и физический облик. И вспомнить здесь о нем будет потому к месту, что и он вращался в высших кругах и даже в самом высшем кругу, что и он до некоторой степени может быть отнесен к разряду светских художников, хоть он по профессии и не был художником, и лишь в часы досуга любил заниматься акварелью. Впрочем, он выставлял свои произведения на выставках нашего общества акварелистов, и был избран в члены этого общества не столько, однако, за свои маленькие и очень миленькие картиночки, сколько ради своего совершенно исключительного положения. Мистер Хис был воспитателем детей цесаревича Александра Александровича, впоследствии императора Александра Третьего. Нам же он приходился чем-то вроде свойственника, так как он был женат на сестре жены моего дяди Жюля Бенуа. У нас его и величали поэтому дядей — анкл Чарльз. Старшая же его дочь, милейшая Эдит, скончавшаяся в юности, была одной из участниц моих детских игр. Сестра ее Ольга в замужестве Мордвинова унаследовала отцовский художественный талант и выработалась в хорошую рисовальщицу-портретистку, специализировавшуюся на детских портретах. В эмиграции я неоднократно с ней встречался, у наших общих знакомых, супругов Нуфлар. Ольга Карловна скончалась в этом, 1954 году, в своем маленьком поместье в Баварии. Хис был типичнейшим бриттом, широкоплечий, массивный, со светло-серыми, вечно как-то вопрошающий или удивленно поглядывающими глазами, с толстым, вызывающий торчащим носом, с бачками в виде котлет, с волосами, причесанными хохолком. Он всем своим видом и говором, и манерами напоминал о некоторых слегка юмористических персонажах Диккенса, не то сидящих у себя на земле джентльмен-фамеров, не то отставных мореплавателей. Когда я впервые увидал его, а это было в раннем детстве, он еще казался молодым, но довольно скоро Хис посидел, однако посидел как-то очень декоративно. Рейнолдс или Рэберн, наверное, с упоением написали бы по портрету с такого великолепного представителя расы. Типичность Хиса сказывалась, между прочим, особенно вкусно в момент, когда он на семейных пиршествах брал на себя роль Форшнейдера и с удивительной методой разрезал ростбев или индейку. Его соперником в этом занятии мог считаться только мой зять Матью Эдвардс. Глядя на то, как оба они священно действовали, слюнки текли. При дворе цесаревича все души не чаяли в Хисе за его простодушно веселый, ровный и бодрый нрав и за самые его чисто английские чудаческие, чуть комические повадки. Не изменилось отношение царской семьи к Хису и после вступления на престол Александра Александровича. Напротив, Хис продолжал состоять неотлучно при детях государя и сопровождал своих августейших воспитанников всюду, причем он чувствовал себя в предборной атмосфере, как рыба в воде. Он обладал большим природным тактом и при совершенной свободе манер никогда не забывался, всегда с достоинством оставаясь на своем месте. Надо при этом вспомнить, что в интимности Аничкового дворца или Гатчинского замка царила действительно полная непринужденность. Царская семья проводила время не в мраморных, раззолоченных чертогах, устроенных в тех же резиденциях в иные, более пышные эпохи, а в тесных комнатках с низкими потолками, самый вид которых располагал к буржуазной уютности. Со своей стороны Чарльз Хис буквально обожал своих суверенов, видя именно в этой их простоте свидетельство их душевного благородства, их искренности и всего того, что ему было особенно по душе. Но, разумеется, Хис при этом меньше всего задумывался над тем, насколько такая атмосфера годилась для воспитания будущего императора-самодержца, насколько мог насквозь пропитавшийся ею человек быть затем подготовлен к тому, чтобы играть наиболее тяжелую и опасную из всех жизненных ролей, роль, требующую змеиной мудрости и чисто актерской выправки. Я только сказал, что Хис был акварелистом. Он даже был членом императорского акварельного общества. Но акварельки Хиса были особого рода. Начать с того, что он мог изготовить дюжину их в один вечер, не вставая с места. Это были все виртуозно набросанные и залитые пейзажики, в которых повторялись одни и те же мотивы, а именно те впечатления, которые он когда-то получил в горных местностях своей родины. Покрытые лесами скалы и холмы, бурные потоки, зеркальные отражения в озерах, и все это заволоченное туманами, через которые здесь и там пробивается хмурое солнце. Формат этих изделий был обыкновенно крошечный. Выставлял он их по нескольку в одной раме. И чаще всего Хис пользовался для них светло-серым брестолем. К сожалению, при всей меловидности, а порой и эффектности этих картинок, во всех них слишком явно сказывался известный, раз навсегда усвоенный прием, известный трюк. Ничто не свидетельствовало о каком-либо вдумчивом отношении Хиса к искусству. Со временем такой простоватый маньеризм приедался и переставал вызывать к себе доверие. Царские дети с самых ранних лет именно на таком вздоре, или еще на сентиментальных картинках в графике и в Illustrated London News учились понимать изящное. Не мудрено, если в них так и не зародилось и не выработалось какое-либо серьезное отношение к искусству. Они были склонны на все художественное творчество глядеть через очки доброго дяди Чарльза. Для них искусство осталось невинным и пустяковым баловством. Но вернемся к вечеру у Сабуровых. В сущности, это был, если и не совсем заурядный, то все же очередной, монденный праздник, каких в каждом сезоне было несколько. Но для меня, после долгого периода известного отшельничества, он действительно означал какое-то мое возвращение к светской жизни. И не то, чтоб я стал с этого вечера вообще каким-то завсегдатаем салонов. После нескольких подобных выездов мне такой способ тратить время наскучил чрезвычайно. Однако кое-что в жизни Монда меня притягивало, и я нет-нет в нее окунался. Во всяком случае, я перестал ее дичиться и сторониться. Больше всего меня пленил Тон, еще тогда оцаривший вполне хорошего общества, которое я после нескольких промахов до некоторой степени и усвоил. Мне нравились также некоторые отдельные личности, с которыми было приятно встречаться, и которые в силу своей воспитанности как-то лучше и быстрее схватывали разные интересовавшие меня вопросы. Самый вечер у Собуровых прошел блестяще. Империалы, или высочайшие, являлись в значительном количестве, и это придало собранию большую торжественность. Мне показалось, что я попал на какой-то куртак Екатерины Второй, когда явилась сама древняя великая княгиня Екатерина Михайловна, как-никак прямая внучка Павла Первого и правнучка Великой Императрицы, и когда она, стоя среди гостиной в ожидании открытия праздника, принимала по очереди выражение высокопочитания разных допущенных до ее особой лиц. Был и я представлен ее высочеству, и я удостоился милостивой улыбки и даже какого-то вопроса. Рядом с ее величественной фигурой, одетой в старомодное желтое платье с массой кружев, стояла ее дочь, принцесса Елена Георгиевна, впоследствии вышедшая замуж за принца Саксон Альтенбургского. В другом конце гостиной высокий, белокурый, великий князь Константин Константинович, августейший поэт К.Р. и президент Академии наук, беседовал с двумя профессиональными поэтами, князем Церетели и графом Голенищевым-Кутузовым. Сенсацию произвел еще приход трех черногорских княжон, воспитывавшихся в те годы в Смольном институте, из которых одной было суждено стать итальянской королевой. Тетя Леля сияла счастьем. Праздник удался на славу, народу собралась гибель. Без особого запоздания началось и то, что составляло главную приманку праздника. Вслед за высочайшими толпа гостей двинулась в зал и расселась на золоченных креслах и стульях, многие же остались стоять и даже не уместились в зале перед завешенной алом бархатом сценой, на которой стали возникать в соответствующих стильных обрамлениях одна за другой живые картины. Прелестная брюнетка Безобразова предстала в образе крестьянской девушки с картины Каульбаха «Дикая розочка». Пышная блондинка графиня Блудова до полной иллюзии напоминала лавинию Тициана. Не дрогнув, она продержала золоченое блюдо с картонными фруктами в течение многих минут, так как пришедшая в восторг публика требовала, чтобы ей еще и еще показали эту картину. «Дикая розочка» сюжет картины Каульбаха был навеян стихотворением Гёте «Дикая розочка» 1771 год, ставшим народной песней и явившимся, в свою очередь, обработкой фольклорного поэтического мотива. В святой Цицилии по Рафаэлю особый успех выпал на долю могучей фигуры господина Столыпина, изображавшего святого Павла, а серафическое личико художника Коли Бруни как нельзя более подошло к роли юного святого Иоанна. Но эффектнее всего получилась картина «Пастораль» по Буше, в которой так милы были в своих пастушеских робронах две хорошенькие девушки. Одна из них, графиня Комаровская, мне особенно нравилась. Мне даже показалось, что я чуточку в нее влюбился. Каждая картина сопровождалась музыкальным номером, причем, если память мне не изменяет, при появлении Лавинии старинную итальянскую арию спела сама принцесса Елена Георгиевна, которая обладала действительно прекрасным голосом и которая с мастерством заправской певицы специализировалась на бахе и других самых строгих классиках. И небольшие антракты между картинами были заполнены музыкой. В роли одного из таких антрактовых забавников выступил сын Рубинштейна, симпатичный, но, кажется, довольно беспутный малый Яшко Рубинштейн. Он лихо или томно пел цыганские романсы под собственный аккомпанемент на гитаре. Мой пуризм, однако, не мог одобрить вторжение такого вульгарного, уличного элемента в столь блестящий ансамбль. А между тем, именно Яшке выдался наиболее шумный успех и, вероятно, наиболее искренний. Кажется, вечер закончился танцами, но так как я не танцевал, то мне этот финал не запомнился. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok